Итак, добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в эфире Реструкт-ФМ. С вами Орешников Михаил и представители Украины. Непосредственно участники событий на Майдане, получается. Представлять, наверное, всех не буду, потому что кто-то, скорее всего, желает остаться неизвестным, анонимным. Так, вот вопрос. Что у вас там вообще происходит сейчас? На самом деле, происходит разная сеть. Сейчас идет открытое противостояние митингующих с Беркутом, с милицией. Там не только Беркут, уже, кстати, отряды «Тигра» начинают водить. Группы против захватчиков террористов, грубо говоря. То есть власть настроена довольно серьезно. А со стороны митингующих, ну, как бы, я не считаю, что они в данный момент в состоянии дать достойный отпор, потому что они ничем не вооружены. Построили какую-то катапульту, которая камень на три метра бросает. Ну, то есть, собственно, стоят там ребята лет по 16, по 15, очень горячие такие, которым вот хочется идти воевать. Но лидера у них, как такового, сильного нет. И сказать, вот если подойти и спросить конкретного человека, за что он стоит в данный момент, он скажет за свободную страну. Но нужно понимать, что если нету лидера, да, сильного, который сможет к чему-то привести, то все это бессмысленно. Захват гостучреждений, он ни к чему не приводит. Ну, то есть, если люди захватили нам сейчас Киевсовет, они не становятся депутатами Киевсовета. Они там живут спят, они ничем не могут, как бы, ну, они ничего в данный момент не добились. Я бы сказал так. Пока не объявится кто-нибудь, кто готов вести народ. Так, что другие гости эфира думают? Ну, у меня совсем другие взгляды. На Майдане нет детей по 16-16 лет. Там собрались люди, взрослые люди, стартуя от 18 лет, которые сейчас борются не за свободу, ну, и за свободу слов. И в первую очередь, это, кстати, тоже Беркут, который избивает людей, это и беременных, и стариков, девушек, и мужчин, которые вышли на защиту, чтобы у нас было будущее, чтобы мы жили, как все нормальные люди, у нас была свобода слова. И я считаю, что им нужно помогать всеми способами, это и материально, это и физически, нужно ехать туда и стоять вместе с ними. Ну, хорошо, вот ты говоришь, что, да, что люди стоят за свободу слова. Вот, допустим, они стоят, они сейчас протестуют против Беркута, идут открытые боевые действия, а что дальше? Что эти люди будут делать дальше? Мне тут подсказывают, если все-таки в людей это получится, мы просто начнем жить. Не существовать, а действительно жить. Можно вмешаться в скромную беседу и тут добавить по поводу того, что же дальше? Сразу же скажу, да, я представляю паблик украинской революции, и вот хотелось бы сказать касательно того, что же дальше. Дело в том, что, допустим, сама позиция и сама ситуация вот Майдана в Украине сейчас, в России агитируется как вот битва за Евросоюз, то есть все хотят в Евро, там, долой Рашку, долой Москву и так далее. Нет, тут вопрос уже не в этом, и он даже изначально, в принципе, был не в этом. Всем уже априори насрать на этот ЕС, всем как бы даже пофиг на тот же таможенный союз. Вопрос состоит конкретно в зажравшейся власти Януковичей. То есть ребята, которые 4 года просто методично опилят страну, и, ну, собственно говоря, это полный геноцид. Потому что вот уничтожается, вся промышленность уничтожает, уничтожается способ заработка. То есть многие уезжают из Украины просто потому, что нет вариантов работать. То есть либо ты горбатишь за 3000 гривен, ну, я скажу так, 12 тысяч рублей на заводе, при этом никаких социальных гарантий у тебя нет, никакой пенсии. Ну да, там тебе будут затирать за пенсию, там, за все дела, но мы прекрасно видим сейчас по нашим бабушкам, дедушкам, что на эту пенсию ты особо не проживешь. Эта пенсия едва ли покрывает коммунальные услуги, которые тоже необоснованно повышались все это время. И сейчас все это подогревается тем, что вот этой кремлевской пропагандой, что, мол, у нас тут сейчас люди вообще звереют, националисты, не знаю, в форме СС врываются, избивают пенсионеров и ветеранов ВОВ, выкрикивают какие-то озвуки. Да это же бред, ребят. Ну, мы понимаем, что это все просто цирк, и все это политическая игра. То есть, такого нет. Сейчас исключительно идет борьба за то, чтобы выкинуть Януковича с власти. Все. То есть, что будет дальше, да, это вопрос уже такой для полемики. Конечно, можно сказать, что да, сейчас страну развалим, и все, и что дальше. Многие просто оперируют тем, что вот сейчас Киев пылает, Киев горит, Беркут избивают и так далее, а нам потом жить в этом. Ну, так извините, бюджет, который пилится, он гораздо больше, чем то, что будет потрачено на восстановление Киева. То есть, ну, тут очевидно, что самая первоочередная задача – это выкинуть власть, которая есть сейчас. Да, ее займут мудаки похлеще, может быть, получше, но, по крайней мере, нужно остановить то, что происходит вот сейчас конкретно. Вот идея Майдана – выкинуть Януковича. То есть, от этого и лозунги, да, как говорить. Хорошо, ну, вот, я ждал, пока ты договоришь. Смотри, революция закончилась, допустим, да, скинули Януковича с поста. Что первым делом сделают люди? Они создадут власть, потому что без власти страна существовать априори не может. Правильно? Верно. Правильно. К власти, скорее всего, потому что поддержку получат эти наши три клоуна – Яценюк, Тягнебок и этот самый Кличко. А Кличко и вся партия «Удар» – это проект партии региона, если кто-то до сих пор не знает. Насчет зазравшейся власти, ты говоришь и переводишь наши циферки, да, 3000 гривен в рубли. В Москве и в Киеве, как бы, цены на все совершенно разные, зарплаты тоже разные. То есть, если в Москве за 30 тысяч рублей никто особо-то и не хочет идти работать, то в Киеве 30 тысяч рублей – это считается, ну, 1000 долларов. Это считается довольно-таки высокой зарплатой, то есть, как бы, не нужно путать страны, да? Ну, я имею, ты так, я понимаю, говоришь про соотношение цен, правильно? Да, просто ты перевел там, ну, как 12 тысяч рублей, люди там ошахнули 12 тысяч, потому что у них это вообще не деньги. А у нас 3000 гривен – это, в принципе, средняя зарплата, и я тебе скажу так, что на нее, в принципе, можно жить, в принципе. Да, это на икру с хлебом не хватит, но, в принципе, на жизнь хватает. Вот. По поводу власти, то есть, все, что происходит в данный момент, не бывает революции просто из-за того, что президент – мудак. Я тебе так скажу. Это ясно, это понятное дело, что все это подогревается чьим-то спонсорством и так далее. То есть, ну, тут далеко уходить не надо. Разумеется, то есть, революция – это когда одни плохие парни хотят забрать власть у других плохих людей. Естественно. Но, как бы, одни сейчас прячутся за мусорами, другие прячутся за народом, собственно. И вот это вот противостояние, оно ничем не закончится. То есть, если сейчас Янукович уйдет со своего поста и займет кто-то из этих, то схема поменяется чисто в одном. То есть, сейчас мы платим Вите, да, а потом будем платить там Виталия или тому, кто придет к власти. Если вы считаете, что, как бы, поджоги сейчас Беркута, коктейли Молотова и так далее, если это выход из ситуации и, как бы, это приведет к лучшей жизни в стране, то нет. Потому что то, что происходит в данный момент на Майдане, оно априори рушит экономику, ну, страны, собственно. А власть от этого лучше не станет. Придет либо такой же, либо еще хуже какой-нибудь мудак. Если говорить о том, чтобы наводить порядок в стране, нужно менять всю систему из корня. То есть, все вот эти вот, которые на сцене выступают, это все те, кто жрут с Януковичем с одной кормушки. Ну, это еще бы. Просто, понимаешь, дело-то сейчас, видишь, опять же, вот в том, что эту революцию проспонсировали, ну, собственно, как и любую другую, да. И вопрос тут состоит просто в расстановке ключевых пешек. То есть, определенно, уйдет Янукович, придет, ну, то ли Кличко, то ли Тягнебог, то ли еще кто-то. То есть, я уже писал о том, что у нас в Украине оппозиция, ну, я думаю, в России, по-моему, такая же ситуация. Оппозиции вообще априори нет. То есть, нет такого понятия оппозиции. Есть люди, которые играют роль оппозиции, то есть, которые якобы выражают народный гнев, но как оппозиция они свою функцию не выполняют. Точно так же, как и у нас, вот эти три пиздобола только языками чешут, и все. То есть, эффекта ноль абсолютно. И то, что происходит на Майдане, это всего лишь затягивание времени. Это уже стало понятно в первый же день, потому что люди идут, вот, допустим, на том же Грушевском, да, идет борьба за, вот, непонятно чего, то есть, люди бросают коктейли Молотова в Беркут, пытаясь тем самым его куда-то оттеснить. Куда? То есть, очевидно, да, что если идет революция, ну, нужно как-то, я не знаю, там, захватывать, там, правительственные здания, госучреждения, да. Этого не происходит, потому что нет лидера, который ведет и объясняет это все. Наши лидеры просто тихо, там, пьют чай, я не знаю, кто-то кричит, кто-то вроде Яценюка поворачивает людей в обратную сторону, ну, давайте идем на Майдан, идем на Майдан, а какого хуя ты на этом Майдане забыл? Люди, люди сейчас стоят тут на баррикадах, да, ты их разворачиваешь, ведешь на Майдан. Ну, ладно, хорошо, дальше что? То есть, у нас, и вот, ну, вот этой вот идеей люди не понимают, что вот эта революция, она никем не возглавлена, и она никуда не ведет. То есть, это дорога в никуда. Да, определенно, что сейчас этот народный пыл приутихнет, потому что, ну, видно, что вроде как третий день идут какие-то бои, а людей все разгоняют, кого-то вывозят за город, пиздят, и кто-то полуживой добирается домой, а кто-то уже не добирается. То есть, да, уже появляются какие-то национальные герои новые, ну, не будем, да, называть имен, но, блин, революция сама сейчас вот на данном этапе, она идет в никуда, то есть, и, я не знаю, допустим, если сейчас нарисовать какого-нибудь, да, парня из народа, который выйдет и скажет, вот, хоп, все, и пошлите за мной, то есть, ну, кто-то пойдет, кто-то не пойдет, но революция, как бы, ну, по-моему, не то чтобы пессимистическим, но, как бы, я пытаюсь не, ну, как, не выступать за кого-то, и просто объективно оценивая ситуацию, могу сказать, что эта революция сейчас не ведет никуда. Ну, подожди, а в смысле... Я вас прерву немного про революцию, результат ее, наверное, побольше, попозже подискутируем, сейчас вот тоже вот, прежде всего, нам интересно понять, вот, нам, людям из России, какие вообще силы представлены со стороны оппозиции, и чего, ну, какова цель оппозиции, потому что изначально нам вот наши российские СМИ все представляли, что цель оппозиции – это вот в Европу уйти. Ну, нет. Хотели бы узнать, как все дела обстоят на самом деле? Дело на самом деле обстоит в том, что оппозиция с силами народа пытается вынудить власть дать пост и назначить выборы досрочные. Ну, власть, соответственно, этого не делает, потому что, если Янукович назначает досрочные выборы, пока что свои дела он все еще не закрыл, а все то, что он сорвал, оно белыми нитками шито, то есть это отслеживается, ну, его закроют просто, закроют в конфискации имущества. Он будет стоять до конца точно так же, как и оппозиции, потому что законы, принятые 26 числа, делают всех их преступниками, то есть они фактически обважают народ к массовым беспорядкам. Каждого из них можно на 15 лет закрывать уже. Поэтому они и будут прятаться до конца за спиной народа. Но в данный момент, как бы, все, вся сила, я считаю, более, власть более сильна, потому что соглашение с Путиным, да, о кредите. У нас есть, у Януковича есть поддержка со стороны России. И заключение с Китаем, он фактически продал им Крым. Вот. Две мощнейшие стороны будут сейчас спрягаться за него. А со стороны оппозиции мы имеем людей, как бы, да, они настроены, они стоят за идеей, это хорошо, и как бы это будет давать им какую-нибудь силу, но максимум, что у них есть, это какие-нибудь пневматы и палки против вооруженного Беркута, которым уже по закону могут дать разрешение на использование огнестрела. Ну, по-моему, здесь все очевидно. Так, понятно. Какова позиция народа вообще в целом? То есть, понятно, какая позиция тех, кто играет в оппозицию, они хотят там к Вайсе стремиться, а вот сам народ, ну, что он хочет народу? Народ хочет, чтобы, опять же, досрочных выборов, да, но народ немножко не понимает того, что они хотят назначить досрочные выборы при том положении, чтобы можно было выбирать любого, допустим, взять меня, да, и чтобы я балансировался в президенты, допустим. Но этого не будет. Как говорится, кто платит, тот и считает голоса. Если даже будут досрочные выборы, мы увидим список точно тех же фамилий. То есть, как бы, люди, которые на Майдане, вообще нужно понимать, что 90% общества хомячков, да, они мыслят очень плоско. Ну, то есть, они думают, все, досрочные выборы, все будет отлично. Или поначалу евроинтеграция тоже. Вступлю в Европу, куплю машину, уеду там, не знаю, в Германию жить без виза. Люди мыслят плоско и не понимают, что оппозиция просто хочет на их бараньих тушках въехать в самые высокие кабинеты. Как-то так. Ну, тут видишь, тут еще, да, я так понял, вопрос был касательно того, какая цель оппозиции, да, которая играет роль оппозиции, верно? Я правильно понял вопрос? Ну, да, и вообще цель народа тоже интересна. Просто, вот, сам феномен того, что сейчас народ так яро, яро, подчеркну, поддерживает оппозицию, только по одной простой причине. Янукович просрал ассоциацию с ЕС, которую обещал, на которую люди так надеялись. Но, ну, как видно, ассоциация просрана, и вот это всем не понравилось. Вот, оперируя этим, оппозиция повела за собой, собственно, такие, как бы, тучи недовольных граждан. Но дело в том, что, видишь, тут вот эта вот ассоциация с ЕС, это просто повод, да, как мы понимаем, вот как при Первомировой повод был, как при Второй, и тогда вот. То же самое здесь. Это всего лишь повод. То есть сейчас евроинтеграция и ассоциация, да, это разные вещи, как мы знаем, вообще сейчас никакой роли не играют. Просто там, скажем, есть несколько диаспор разных идеологий. Да, кто-то хотел в Европу, кто-то не хочет таможенный союз, кому-то не нравится Янукович, но у всех идея одна – скинуть Януковича. То есть вот эта идея пока что всех объединяет. Вот задай вопрос сейчас кому-нибудь на Майдане, а за что ты сейчас здесь стоишь, он тебе скажет, за что я хочу Януковича выгнуть. А хорошо, а для чего? Все. Тебе каждый начнет говорить, что он хочет. Да, что-то разное. Да, тут я тебя поддержу, но, опять же, повод был не из-за, не то, что, как бы, отменилась евроинтеграция. В этом поводу никого не было до того, как они стояли, да, Евромайдан вот этот за интеграцию. Он был совершенно мирный, никаких националистов и правого сектора там не было и быть не могло. Потому что, опять же, оппозиции и самому Тягнебоку, Тягнебок же их крышует, не было повода для его создания. То есть очень быстро бы все это дело Янукович прикрыл. Ну, еще бы. Тогда имел же момент быть, когда вот этот вот еще мирный митинг начал разгонять Беркут и убили двух девочек просто, ну, избили до смерти. Вот это, собственно, и стало толчком. Во время разгона Майдана? Да, да, да. Вот это, собственно, и стало толчком к более радикальным действиям. Я имею в виду появлению на Майдане националистов, ну и так далее. Ну, у нас, видишь, сейчас националист, это по-любому, любой, кто говорит на украинском языке, уже националист. И все, кто отстаивает идею евроинтеграции. Ну, я на самом деле национализм, который присутствует на Майдане, не поддерживаю. Потому что ты говорил, что оппозиционировал их не как русофобов, но это не так. Они действительно русофобы, потому что основная их масса. Я приводил и тех, и тех, ну, в этом-то и суть. Просто я говорил о том, что эти понятия сейчас отождественны. То есть сейчас вот априори все, кто против России, все националисты. То есть все, ну, в этом сейчас является различие, понимаешь? Ну, дело в том, что националистами их сложно назвать. Я называю их бандеровцами. Вот те националисты, о которых мы говорим, да, вот это как бы их называют бандеровцами, и мы их называем бандеровцами, вот. Но, как бы, видишь, это уже другая плоскость национализма, как мы можем. Да, а бандера, собственно, считал, что Россия гнобит Украину, не дает ей возможности дышать, и, собственно, все бандеровцы были ярыми русофобами. И вот эти ребята, как бы, я считаю, что национализм, в принципе, да, как, он должен идти в ногу со временем. То есть не может быть такого, что там было 60 лет назад. Ну, по устаревшей модели не должен быть, все правильно. Да. А ребята, как бы, вот по тем же принципам. Москали есть, есть украинский народ, который самый великий, а все остальные славяне, это все, это москали, это там заезжие. Это понятно, это просто, видишь, в чем проблема. Немногие даже понимают саму идею национализма, и вот те же бандеровцы, да, у бандеры, он правильно мыслил в том ключе, что Россия относительно, ну, Москва, Кремль, если брать уже точнее, это определенный оккупационный режим, как и Украины, так и, ну, всех стран СНГ. То есть, но мы сейчас не будем вдаваться в полемику этой политики, России, Украины и прочих. Просто этот национализм, он подогревается исключительно к ненависти не столько к москалям, да, как вот называют москали, а именно к кремлевскому правительству. То есть, не к обычному жителю, не к обычному граждану, а конкретно вот именно к представителю власти. То есть, вот, когда говорят там «Москаль», «Кремлять» и так далее, то есть, это исключительно политические силы имеются в виду. Потому что, ну, я не знаю, вот ты вот из России, да, или ты из, да, ты украинец, да? Нет, я украинец, ну, родом из России, еще украинец. Вот, я точно такой же украинец, но я не знаю, мне ни разу ни один русский не сказал там, типа, «Иди ты нахуй, раз ты с Украиной», и так далее. Я в России живу уже второй год, как бы, да, и ко мне нормальные отношения вот конкретно русских людей. То есть, они ко мне нормально относятся. И нет такой ненависти, как вот в интернете, да, происходит, там какой-нибудь холивар в комментариях. Вот, а конкретно правительство, да, конкретно правительство подогревает вот этот вот национальный конфликт, потому что, ну, вот я же говорю, я вот рассказывал, да, во время паузы, что за интервью было этой пропагандистской, вот это вот, когда, правильно, да. То есть, ну, ты понимаешь, да, насколько это абсурдно, когда людей вот всех под одну гребенку называют националистами, при этом самыми жестокими, и показывают исключительно моменты, где только, только видите ли, мятежники бросают коктейли Молотова, палки, кирпичи и так далее. А там, где Беркут в 15 рыл одного человека прибивают, этого как бы не показывают. То есть, это только, видите, мы охуевшие. То есть, это понятное дело, да. Нет, ну, слушай, в этой ситуации и те, и те красавчики, потому что, я имею в виду, в кавычках красавчики. Смотри, поставь себя на место Беркута, да, вот ты стоишь, допустим, на Грушевского уже третий день, тебя нету команды, грубо говоря, фас, то есть, ты не можешь их разгонять, но ты и не можешь уйти. И все эти три дня тебя закидывают коктейлями Молотова, камнями, и там еще и с пневмата постреляют по ногам. Беркут оттуда выходит не то, что злой, он просто в ярости. Поэтому, собственно, такое и происходит. А я разделяю, я, в принципе, разделяю эту ярость в том плане, что я ее понимаю. Я писал о том, что сейчас революция, а уже, скажем так, даже вооруженный конфликт, он начинает терять своего истинного врага. То есть, люди начинают конкретно ненавидеть Беркут. То есть, Беркут это всего лишь инструмент. Это такие же люди. То есть, у меня много знакомых с Беркута, причем даже с одного двора. Они, ну, многие из них служат в Беркуте. И я это понимаю. И я разделяю вот эту ненависть. Но дело в том, что люди сейчас вот конкретно направили свой гнев конкретно на Беркут. Вот это неправильно. Вот тут я полностью согласен. И я как бы изначально не был на стороне националистов, когда вот пошел, скажем так, открытый вооруженный конфликт, вооруженное противостояние против инструмента, а не против власти. Потому что не Беркут корит зол, верно? Ну, естественно, шишечки сверху. Но, как бы, националисты, вообще ситуация на Майдане, многие из них уже настолько охамели и настолько чувствуют безнаказанность, что это доходит до абсурда. Допустим, то есть, выкладывают там фотографии Беркутовцев. И есть открытые призывы к тому, чтобы идти реально брать их семьи, то есть куда-то забирать. Говорят, типа, ну, таким образом мы сможем остановить оборотни, которые нас там убивают. А что мешает Беркутовцам брать их, ну, просто не выходить туда или уволиться? Что мешает? В смысле уволиться? Ну, им семью кормить. То есть они за народ. Им семью нужно кормить. Я вот могу сейчас точно сказать, почему не происходит вот этого вот ожидаемого перехода армии Беркута и всех присутствующих на сторону мятежников. Дело в том, что, опять подчеркну, у нас нет лидера. И нет никаких... Хорошо, Беркут складывает оружие, кладет щиты и переходит на сторону граждан. И, то есть, понимаешь, нет лидера, который даст гарантии, что если вы перейдете на сторону граждан, мы обещаем вам и протекцию, мы обещаем вам и амнистию, и там, и простить вот это вот неповиновение государственному указу и так далее. То есть сейчас этого нет. И очевидно, что Беркут и не будет складывать оружие в какой-то стати. Ему платят, все, он выполняет свой приказ. То есть в этом суть. Более того, я скажу так, что неисполнение приказов в случае Беркута и бойцов внутренних войск, это есть криминал, собственно. Поэтому многие и не рискуют. Ну и плюс там запугивание, там очень большое запугивание и давление на семью, то есть это понятно. Мне просто лично приходят десятки, просто десятки писем, вот конкретно с адресами, с телефонами. И вот куча просьб опубликовать, давайте им названивать, давайте ехать к ним домой, пиздить их руками по лицу. Но мы понимаем, это бред. То есть если я сейчас начну это выкладывать, то, во-первых, это правило контакта запрещает. Во-вторых, это очень, это с моей стороны, по крайней мере, это будет не объективно. Потому что Беркут ни при чем. Ну, да. Тут я тебя поддержу, пожалуй. Давайте следующий вопросик, потому что тут мы уже как-то... Понятно. Вообще среди вас есть национал-социалисты в протесте? В протесте? Ну да. Те, кто протестует против Януковича. Ну, как сказать? Я протестую против Януковича, но я, допустим, не состою в партии, я не представляю там какую-то отдельную партию. У меня немного другие взгляды на это все. То есть я сейчас... Я имею в виду национал-социализм как идеологию. Национал-социализм как идеологию, да. Но видишь, сейчас я скажу, что я довольно-таки адекватно отношусь к идее национал-социализма, но меня сейчас сразу же смешают с говном и сравняют со всеми фашистами. Нет, у нас не сравняют, потому что радио все-таки для национал-социалистов, поэтому надо открыто говорить. Ну вот, то есть я приветствую вполне, и там очень много здравых идей, но вот конкретно сказать, что я могу себя классифицировать как национал-социалиста, ну, не могу, потому что есть некоторые моменты, которые, допустим, я не разделяю. Но это исключительно мои взгляды, и поэтому я стараюсь держаться, скажем, о политичной стороне, а просто относиться объективно. Как по мне, самая идиотская, скажем, самая идиотская форма правления – это демократия. Вот это я не перевариваю, потому что по большей части люди дебилы, и они не могут принимать решения вместе. Ну вот, как-то так. Ну, я немножко свое мнение скажу. Национал-социализм – это прекрасно, да, на бумаге. То есть идеология на бумаге сама по себе идеально выглядит. Но если вы почитаете о коммунизме том же, да, который национал-социалисты яро ненавидят, на бумаге она тоже не так-то плохо выглядит. Дело в том, что люди, да, менталитет людей, он не готов ни к национал-социализму, ни к коммунизму. Они довольствуются тем, что есть сейчас. Вот им нужно сегодня кормить. Да, и чтобы завтра тоже, вот завтра у него было какой-то кусочек хлеба, и как-то так. Люди не готовы к этому. И если сейчас поменяется форма правления на тот же национал-социализм, ничего не изменится. Потому что, говорят там, в Америке жизнь лучше, да, чем у нас. Дело не во власти, дело в самом народе. То есть пока 60% нашего народа составляет быдло с пивком на райончике, ну, как бы... Ну, даже не в 60-м, а поболее, наверное. Так, парни, я так верно понял, вы оба русские, да, получается? Нет, я из Украины. Ну, как, я родился в России, но живу в Украине с двух лет. Ну, я родился в Украине, но все корни русские, то есть... Вот мы хотим послушать просто еще украинца одного, который считает, ну, настолько украинец, что русский язык-то особо не знает, будет с трудом с нами разговаривать. Ну, мы будем переводить. Можете попереводить, кстати. Можешь, кстати, на украинском говорить, а нам переведут для всех остальных, если тебе по-русски сложно разговаривать. Выскажу свою позицию касаемо всех вопросов, которые задавались тут. Как зовут-то? Что-то сейчас ко мне вопрос, да? Да-да, к тебе вопрос. Ну, я категорически согласен с ребятами, которые говорили до этого. Потому что они считают, что мы это бандеровцы. Я вообще не воспринимаю такое слово, как бандеровцы. Мы есть единственный народ Украина, и нет дележки. Восток, Запад, Юг. Мы есть украинцы. Ребята, не нужно сейчас говорить, что будет потом. Нужно сейчас сделать что-то. Не нужно обсуждать действия оппозиции. Да, они поступили неправильно. Они сейчас ничего не делают толкового. Они просто стоят на Майдане и пляшут. Тогда, когда молодые люди сейчас воюют на Грушевского. Просто откровенно воюют. Они ведут боевые действия. Они бросают молотва. Уважение им за это. Они сейчас стоят, они ложат свою жизнь. Там погибли не только украинцы, там и белорус, и армянин. Честным за это. Я к тебе по имени могу обращаться? Да, да, конечно. Ага, Роман. Да. Хорошо. Объясни нам, пожалуйста, тогда вот. Ты вот с идеологической точки зрения считаешь себя националистом или национал-социалистом? Ну, во-первых, ребята сказали, националист. У них такое понятие о национализме. Я немного считаю по-другому. Я все-таки считаю, что национализм это любовь к своей родине, то есть к Украине. Ее нужно поддерживать в сложный момент. Например, как сейчас, нужно не бояться выходить на улицу. Нужно идти и помогать им. Вот это действительно национализм. Могу я вставить комментарий вот по поводу... Да, мне уже тоже, уже язык чешется сказать. Украина уже на связи. Любви к Украине. Просто смотри, видишь, в чем дело. Я люблю свою страну. Я могу считать себя патриотом. Но, заметь, вот согласись, да, любовь к стране, как ты говоришь, вот национализм это любовь к стране, это и есть тот же патриотизм. Только патриотизм рассматривается как что-то хорошее со стороны общественности, а национализм как что-то, ой, мы помним фашистов, да. Это потому что есть определенный опыт, да. Ну, в том смысле, что все помнят, какой Гитлер был плохой и так далее. Хотя идеи у Гитлера были здравые. Гитлер не был плохим. Так вот, я о чем и говорю. То есть, видишь, в общественности, в обществе воспитали вот это восприятие Гитлеру, что Гитлер у нас хуже, не знаю, хуже евреев. То есть, он у нас, все, он у нас, скажем, критерий того, хуже чего он не может, да. То есть, видишь, а тут никто не смотрит в корень. То есть, никто не смотрит, никто даже, ну, многие даже не считали «Майн кампф» и не знают даже идей, которые Гитлер пытался воплотить в жизни, которые успешно таки воплощали. То есть, всем важен только исходный продукт, который получился спаленный евреи, да, там и так далее. То есть, ну, так о чем речь-то? Если у нас он Сталин есть, то чем не лучше-то, а? Точно так же убивал дедов, точно так же убивал своих же причем. То есть, видишь, это продукт своего времени. То есть, сейчас идея национал-социализм воспринимается как что-то очень плохое, потому как есть по чем судить. Но, видишь, мы-то с вами адекватно можем на это все взглянуть. Все остальные смотрят на это как на бич божий. Я бы хотел, ребята, я бы хотел вот вопросик, который человеку, как Роман, который на украинском, да, говорит. Смотри, ты говоришь, что нужно быть патриотом в данный момент, помогать своей стране, не бояться и выходить на улицы. Окей, то есть, я не могу сказать, что у меня есть какой-то страх выйти сейчас на Грушевского и так далее. Я выйду при условии, что ты мне скажешь, вот я выхожу сейчас на Грушевского и что будет дальше? Чем я могу помочь, чтобы завтра жизнь стала лучше? Покидать коктейли Молотова в Беркут или что? Ну, у ребят там совсем другая цель, они не просто опасаются. Ну, а какая цель? Смотри, а как тебе нравится, что сюда в спорт бьют, стреляют с вам по его ружья? Какие твои действия? Нет, ну подожди, подожди. И спасибо вам, ребята. До того, как... Ты немножко перекручиваешь, но мы что, Беркуту выдали ружье только на второй день. То есть, еще полтора дня в них закидывали камни, коктейли Молотова. У нас на Европейской площади, которая, извините, наверное, как половина красной, да, у нас брусчатка была выложена. Там нет брусчатки, там глина сейчас, потому что вся брусчатка была выкинута в Беркут. Ну, ребят, вы начинаете спорить конкретно, кто прав, Беркут или люди. Если брать, то не правы оба, потому что или правы, или неправы оба. Тут вопрос не в этом. Нет, тут дело, мы не спорим о том, кто прав. То есть, просто человек говорит, что не нужно бояться и выходить, но он не может толком объяснить, выходить за что и за кого. За жизнь, за свободу, ребята. Ну, ты сейчас выйдешь, в тебя подстреляют, может быть, тебе даже глаз выбьют, потому что там, ну, куча людей уже без глаз осталось. А что меняется? Меняется это, собственно, ничего, потому что, опять же, повторюсь, люди с палками, с коктейлей Молотова не могут противостоять армии и вооруженному Беркуту. Ну, как бы вы не хотели этого? Ну, да, они стоят за идеей, да, они сильнее могут идти до конца, но... Ну, это неравные силы. Человек с палкой не может противостоять человеку с оружием, это факт. Ну, я думаю, никто спорить не будет. Ну, я все-таки поспорю. Идея, наверное, в том, чтобы просто выйти, да, как говорится, и сказать, что тебе это не нравится. Я правильно понимаю? Ну, смотри, а что делать? Сидеть дома? Нет, я, допустим, тоже не поддерживаю такие вот вещи, как, если, допустим, идет какое-то изменение в обществе, то нужно сидеть дома. Я только за то, чтобы люди шли, но люди должны идти за какую-то идею. Уж как ни крути, но должна быть идея, одна единственная идея, которая будет тебя сплочать. То, что, если бы, вот я тебе скажу, что бы заставило меня выйти, например, на Майдан, а то многие вот мне пишут, что тебе легко, мол, тебе сейчас вот писать свои статейки-то из Москвы, а люди там, людям их глаза выбивают и так далее. Меня бы заставила выйти идея конкретно полностью полного изменения, не знаю, парадигмы управления от страны, то есть или же полное изменение конституционного строя, даже просто новый взгляд на это. То есть, понимаешь, не столько, я не хочу менять одно говно на другое, понимаешь? То есть, хорошо, ну выгоню этого Януковича. Ну, это чисто я сейчас от себя исключительно, не от Дана. Вот выгоню Януковича, ну хорошо, но станет такой же, мне от этого жить легче, не станет. Вот я поверю, что мне станет легче, только если мне приведут какую-то другую идею, идею общественного строя, идею там управления страной. То есть, вот тогда я увижу что-то в ней, тогда я буду идти. Вот это моя идея. Но если мне предлагают выбор из одного говна из другого, то, ну, извини, но тут как бы это бесполезная тягомотина, это бесполезная трата времени. Это не то, что бесполезная трата времени, это бесполезный риск своей жизни, я бы сказал так. Ну вот. Нет, то есть я как бы разделяю, да, вот это вот негодование. То есть я тебе говорю, братан, я сам такой же, я вот из Украины уехал, потому что у меня нет там работы. Я не могу устроиться. Вот я по образованию, я турист, но я не могу найти себе работу. Мне предлагают завод, все. Вот это все, что я могу найти в Украине, поэтому я вынужден уехать. И мне точно так же не нравится Янукович, как и всем. Я это полностью разделяю. Но вот я не разделяю того, что, я не разделяю бесполезные траты времени, сил, а тем более здоровье. То есть, ну, это вот, ну, извините, но это, ребят, цирк. Парни, парни, вот к вам вопрос. Считаете ли вы, что события, развернувшиеся на Украине, как нельзя, лучше показали, что правые, ну, национально-социалисты Украины абсолютно не готовы к взятию власти? Им представил сейчас Икс, о котором все так долго мечтали, и которым готовились на выхопе лишь коктейли и фейерверки. Вот такой вот вопрос от слушателя поступил. Вопрос, на самом деле, поставлен не совсем корректно, потому что он говорит о каком-то части Икс, но его, собственно, и не было. То есть, его показали, как будто он есть, но его на самом деле нет. И я объясню. Люди вышли изначально за оппозицию, да, ну, когда был еще мирный меден, того, как убили двух девочек вот этих до главного развития событий. Националистов, на самом деле, не так уж и много на Майдане. Там много и не националистов стоит на Грушевского сейчас. В чем суть? Суть в том, что единственный, на мой взгляд, плюс вот этого вот всего Евромайдана и так далее, то, что мы увидели, я вот лично до этого момента думал, что все наше общество состоит из быдла, ну, дурачков разных, я не знал, что у нас есть общество, но они показали, что оно в принципе какое-то да есть, что люди могут сплотиться. Но, когда над этим обществом, когда им еще могут ругодить три придурка, аля Тянный Бог, Кличко и это самое, Боже, как, Яценюк, то это не час икс, это совсем другое. Когда восстанут именно люди и не будет стоять какая-то верхушка над ними, да, это будет час икс, и тогда, я думаю, что дойдет до какой-нибудь, до каких-нибудь реальных действий, будет какие-то как-то реально меняться власть, система правления и так далее. А то, что происходит в данный момент, ничему, абсолютно ни к чему не приведет, кроме того, что лидеров оппозиции, вероятнее, его закроют, либо же оштрафуют на очень здоровое. Да не другие думают. Ну, допустим, что касается лидеров оппозиции, если брать конкретно активистов, то с ними и так понятно, он их вылавливает, вывозит, пиздят и так далее. А конкретно оппозиции, то есть, ну, я уже говорил, да, что у нас ее как таковой нет, то есть, есть бюджет Украины, да, 90% которого принадлежит партии регионов, есть 10%, которые принадлежат оппозиции, да, и шлюхам коммунистам. Так вот, все остальное априори не их дело, то есть, машина обслуживает исключительно себя, то есть, бюрократическая машина работает только на себя, то есть, все налоги, все абсолютно идет через руки и не возвращается обратно в общество. Так вот, конкретно задачей оппозиции является сыграть роль, притушить народные волнения, то есть, якобы, ну, ребят, мы постарались, мы сделали, ну, видите, типа борода, все, вот видите, не можем, ну, что, придется терпеть. То есть, вот так вот и закончится это, понимаешь, то есть, сейчас еще кого-нибудь там пристрелят, еще кого-нибудь убьют, и народ начнет, ну, хвататься, скажем так, за ягодицы, потому что, ну, да, я старался, я приехал, я сделал все, что мог, моя совесть чиста, да, вот, революция прошла, не свершилась, ну, ну, что, будем ждать. Вот-вот, сейчас из этого только такой вывод сделаю. Что Роман думает? У меня вопрос, вы считаете, что правый сектор, не кто-то управляет нам, Грушевского? Правым сектором? Это тот, который ты сказал, от Тегнебока, да? Или от Башка? Нет, нет, правый сектор, это совсем другая... Нет! Ой, да ладно тебе совсем другая, боже, Тегнебок бабло туда несет. Что ты делаешь? Вопрос, 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 вопрос уж не в том, что кто за ними или нет. Тут, видишь, даже, хорошо, даже если они автономная, самостоятельная организация, да, правый сектор, понимаешь, даже само, если у нее нет представителя политического, то это просто, ну, скажем так, дебош. Вот они побросали коктейли Молотова, ну, все, ребята повеселились, теперь давайте дальше собираться и проводить какие-то собрания. Ну, этот правый сектор организовался за сколько? За несколько месяцев, если не ошибаюсь? Да? Просто, ну, я, допустим, я его раньше не встречал, я его раньше, я о нем даже не слышал, пока революция не началась. Он так и появился, я объясняю. Правый сектор – это объединение националистических организаций. Самая большая там свобода и еще какая-то, какая, не помню, ну, и мелкие, это более 30 мелких организаций еще. И они как бы создали, там, у них свои руководящие, все это объединение, вот руководящие партии, да, определенных, они сейчас руководят всем правым сектором. Ну, вот, видишь, они представляют политическую партию того же Тягнебока. Ну, как, можно и так сказать. Преподносится это как будто это не так, но это есть так, потому что Тягнебок – это единственный платежеспособный политик из правых, да, у нас, ну, как, у маленьких партий, у него есть, он миллиардер фактически, ему это не проблема. Вот, собственно, опять же, тут все по принципу, кто платит, тот и руководит, кто платит, тот и считает голоса. Пока что все так, ничего не поменялось. Ребята, я хочу вас поправить. Свобода вышла из правого сектора еще в начале 2000 года, поэтому сейчас она никакого отношения к правому сектору не имеет. Я знаю этих ребят, они не финансируются, мы сами собираем деньги, мы сами едем за свой счет, за счет других людей, не за счет свободы или иных, ну, оппозиционных партий. Не, ну, ты же, ты как бы, ну, я тебя понимаю, мы сейчас не говорим о том, что вот все там, все за кем-то стоят, все продажные, ну, опять же, допускается такая возможность, что есть какое-то объединение, да, самоорганизованное. Вот, но, опять же, сам принцип того, что нет руководителя у объединения, нет представителя политической силы, уже делает вот действия правого сектора на Майдане бесполезными, потому что, ну, смысл тогда просто пойти покидать в Беркут кирпичами, ну, какой смысл, если нет политического представителя? Или, я понимаю, есть, вот мне несколько раз присылали большую статью по поводу, если не ошибаюсь, Гренландии, где, когда они восстали, там, начали, то есть у них не было никакого плана, у них не было ничего, они встали, выкинули власть и потом путем, там, самоизбрания, самоорганизации выбрали себе хозяев, там, и все у них, типа, хорошо, вдруг весело зажили. Но тут, видишь, ситуация другая немного, тут народ искусственно раздули, искусственно подожгли, искусственно завели вот этот вот, ну, вот этой пропагандой и, о, блядь, слово забыл, провокацией выгнали всех на улицу, чтобы вот давайте, вы же все-таки хотели революцию, вот ваша революция, давайте действуйте, ну, видишь, то есть, а по факту, эта революция всего лишь спрыснуть пыл. Я не удивлюсь, если Янукович станет президентом дважды, то есть это, ну, я об этом говорил уже, ну, говорю уже не первый год, потому что это очевидно. Послушай, это очевидно, если сейчас все заканчивается в сторону Януковича, он станет президентом во второй раз, это разумеется, потому что смотреть поверхностно, да, как хомячок, это глупо. У нас Янукович и вся партия регионов, настолько все, у них везде свои люди, абсолютно везде, в администрации все настолько грамотно продумано, что кто что-то, слово не то скажет или не так проголосует, его там не будет на следующий день. Принимаются такие законы, что Янукович может действительно стать диктатором и вся его семья. Просто нужно время, я без революции говорю. Ну да, вот я почему, ну, допустим, почему я так активно начал вот публицистику и освещение этой революции, потому что мне конкретно не понравились вот законы, принятые вот эти вот 16 января, потому что, ну, ребят, это реально пиздец. То есть, вот если бы не эти законы, я, возможно, даже, ну, да, я, возможно, бы дальше тихо ненавидел власть, там, тихо писал бы какие-то гневные комментарии, но это максимум. Но вот эти вот реально варварские законы, законы, которые действительно укращают нашу свободу, то есть, особенно в интернете, потому что все, что связано с интернетом, мне в коей мере причиняет нехиленный бадхёрд, потому что, когда политика лезет вот в этот последний оплот свободы, да, если так можно выразиться, то это действительно, знаешь, как будто к тебе домой залезает. Но вот мне это не нравится, и поэтому я веду такую активную пропаганду, поддерживаю вот и Майдан, и все, что сейчас там происходит. Но, да, буду честен перед самим собой и перед вами, что я, допустим, уже знаю, чем закончится все это, и для меня уже все определено. Но определенно, я, мой долг в этом случае, как бы, ну, хотя бы поддержать ребят, ну, не просто там... Вопрос к Роману. Есть ли у правого сектора какие-то определенные требования, ну, или лидер? Лидер, как определенно, такого нет. Там все делают сообща, то есть, собираются люди и решают, нужно это, не нужно. А то систему я очень хорошо знаю, потому что я с ней знакомый лично. И если у них какие-то требования, да, есть, это, во-первых, изменить существующий порядок, так как уже было сказано, что в партии регионов везде есть свои люди в администрации. Вот, с этим нужно бороться, с этим нужно что-то делать, менять. Вот, например, буквально пять минут назад ровно написали заяву на увольнение председателя облсовета. Несколько часов раньше такой же документ был написан и в Львове. То есть, эта борьба не просто так, здесь есть результаты. Хорошо, друг, извини, я перебью, я хотел задать тебе вопрос. Вот ты говоришь о правом секторе, да? Давай в своих уст услышим, сколько вас, ребят, из правого сектора? Точного числа никто не знает. Ну, примерно, примерно. Ну, смотри, сейчас в группе, да, вот, официальная группа есть... Нет, нет, ну, слушай, в группе, блин, правые в России, там, больше полуфиллиона. Активистов, которые вот на Майдане. Да, я говорю конкретно, вот число на Майдане в час пик правого сектора. Ну, ребята, такая информация, ну, вы сами знаете, ну, я не знаю точного числа, но... Да в общих чертах скажи. Давай так, до пяти тысяч человек, правильно? Да, где-то так. До пяти тысяч человек. Ты, мне просто интересно, ты действительно считаешь, что пять тысяч человек, вооруженные коктейлями Молотова и палками, способны что-нибудь изменить? Ну, вообще, в принципе? Да. Я уверен. Я понял. Все, вопросов нет. Ага, хорошо. Какие-то требования определенные есть у правого сектора или нет? Ну, да, я уже повторюсь, первое их требование, это, ну, изменить это положение в стране, это, ну, чтобы Захарченко подал в отставку, спустить Кабмин, чтобы изменили эти законы 16-го числа, которые нас просто превратили, не знаю, в битаторскую страну. То есть, просто сформулированных требований, я так понимаю, нет. То есть, есть как бы идеи, которые не нравятся всем, но то, что ты вот перечисляешь, это не требование. То есть, это как бы, ну, типа, вот мне не нравится это, 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 но это не требование. Есть вот конкретные задачи, есть конкретные цели и вот есть конкретные условия. То есть, вот мы хотим это, это, это и вот это. То есть, ну, а ты, ну, сейчас перечисляешь просто вот то, что не нравится и мне тоже, например. Ребят, вообще я не вижу смысла на самом деле в этом вопросе, потому что я думаю, что адекватная часть слушателей после ответа его на мой вопрос в том, что 5 тысяч человек способны менять что-либо, он ответил да. То есть, 5 тысяч человек вообще не могут никаких требований никуда выставлять. Они из себя ничего не представляют и это не есть сила. Это есть, но горстка людей, блин, 200 человек Беркута, дай команду, они их разорвут. Как бы, ну, как-то так. Они не могут просто выставлять требования. Если люди кто-то и может выставлять, да, хоть как-то, то это, собственно, оппозиция, потому что в данный момент они представляют основную часть народа, которая находится на Майдане. А правый сектор, все, что они могут, это между собой там говорить о каких-нибудь требованиях к власти, они даже эти требования вызвать и смогут, ну, что их никто слушать не будет, никому не интересно. Я сейчас тебя перебью. Во-первых, там не только правый сектор, там есть люди из Майдана, которые пошли туда на помощь правому сектору. То есть там не 5 тысяч людей. Я понимаю. наивности, то есть 5 тысяч человек, ну, не решат вот в данном случае ничего, потому что, если за ними не будет стоять еще там 20 миллионов людей с идеологией в голове, то есть с видением того, что происходит и что будет происходить дальше, не изменится, ну, ничего ровным счетом, кроме как новые только уголовные дела и, может быть, разбитые носы. Да, я тебя полностью поддерживаю. А сколько сейчас вообще человек на Майдане? Я думаю, не больше ста тысяч сейчас. А вот изначально вообще в какое количество было? Мне кажется, ста тысяч это перебью. Было такое, что и полтора миллиона выходили. Ну, как, было такое. А, то есть сейчас стихает все, да, получается? Ну, смотри, выходили как бы и женщины, и у меня сестра выходила, которая 22 года, да? Ну, извини меня, когда выходит девушка, да, и у нее над головой пули летают. Ну, я не считаю, я не считаю даже тех девушек, которые ушли какими-то предателями. Я считаю это совершенно адекватно. Ну, как бы, девушки не должны идти на такое совершенно нормально. Вот, ребят, мне тут позвонили, мне нужно будет отключаться, поэтому давайте я так последнее слово скажу, грубо говоря. Мы говорили вот о том, что законы 26-го числа как-то урезают наши права и свободы, да, ты сказал? Я тебе скажу так, что у нас нет никаких ни прав, ни свобод. У нас есть временные льготы, которые с каждым годом становятся все уже и уже, если ты этого еще не понял. Насчет революции. Революция на Майдане, мы много раз употребляли слово искусственное к разным отрезочкам, да, но сама революция, она и есть искусственная, да, в принципе. И если говорить о том, чтобы воспринимать все это серьезно и чтобы народ чего-то добился, то это будет только реальное восстание народа, а не восстание во главе с тремя придурками. Как-то так. Все верно. То есть, ребята, если там, не знаю, кто-то обидел кого-то еще что-нибудь, то вконтакте Виктор Левченко добавляйтесь там, можем подискутировать. Мне нужно сейчас сбежать срочно, поэтому извините, что до конца с вами не буду. Вот, как-то так. Всего доброго. Да, всего доброго, ребят. Всем удачи. Давай, счастливо. Еще людей интересует, а вот жгут покрышки, вот мы смотрели видеоролики, ну с какой целью просто, нам со стороны непонятно. Ну, как я, вот, допустим, вижу это, ну, банальная анархия, вот именно конкретно в этой группе лиц, находящиеся на Майдане. Ну, то есть это, где-то говорят, что это просто баррикады, которые будут задымлять, скажем, вид беркутов. Хотя, ну, не знаю, по-моему, беркутам ничего не мешает дальше стрелять и поливать водой. Ну, это так, чисто мое видение. Ну, и просто, как бы, это уже обкатанный пример того, как это делали при, ну, аналогичных революциях, когда поджигали крышки, покрышки, то есть и так далее. Ну, просто, это, скажем так, просто типичное действие при революции, то есть, как видимо. У меня совсем другая точка мнения, я все-таки додерживаю свои позиции, и они сделали верно, что подпалили эти покрышки. Именно они их и спасли от очередного избиения, потому что они, беркут не смог их потушить, и он бы не смог их пройти. Если бы, конечно, оппозиция не договорилась с беркутом от, ну, пирамиды, и тогда по условиям беркут на них не нападает, а протестующие тушат свои баррикады, то есть покрышки. Зачем такая договоренность нужна была? Хотят снести протест, получается, они, или что? Извини, повтори, я не... А, ну, для чего вот, как бы, оппозиция дала такое указание тушить свои же покрышки? Они хотят протест, как бы, остановить, или что? Да нет, 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 ты неправильно меня понял. Кличко договорился с беркутом о ненаправдении, то есть беркут не нападает сейчас на протестующих, взамен не стреляет и не продвигается вперед, взамен протестующие тушат свои покрышки, которые они подпалили для самообороны. Смотри, ну, насколько я знаю, ну, я верно понимаю, что беркута, скорее всего, в Казани нет водителей, беркута больше приходит, сколько свыше, там, от Януковича, наверное. Ну, да, просто передается посредством капитанов, там, ну, так-то все будет. То есть, получается, это, ну, и договоренность с руководством беркута будет иметь силу в данном случае? Это камень, ну, камень, это действие, додерживается, то есть беркут стоит, митингующие не бросают камни, ничего, они укрепляют свои позиции в разе нападения беркута. А смысл тогда, вот, вообще, от митингующих, если они не атакуют беркут и не пытаются, как бы, оттеснить власть? В данном случае это, чтобы у беркута не было повода, скажем так, потому что, ну, если якобы потушат покрышки и не будут ничего бросать, то это, как бы, видишь, возвращает нас к более мирному митингу. А когда, вот, ну, горящие вазики и покрышки, летящие при этом камней молотова, то это уже, как бы, видишь, разглядывает. Честно, мне вот радовали глаз больше эти летящие камни и молотова в беркут, почему-то так вот, у меня такая вот позиция. А беркут вообще, вот, что из себя представляет? Это некий аналог ОМОНа российского, получается? Я не понимаю. Ну, да. Ну, просто смотри, тут, видишь, правительство действует сейчас таким образом. У нас, я же слышал, да, наверное, неоднократно, есть такие, такая прослойка населения появилась, как тетушки. То есть, это, ну, гопники, быдло, регули, вот эти сельские дебилы, которых за 300, ну, там, за копейки, короче говоря, нанимают, патрулировать вот в штатском, потому что, ну, как бы, они не являются представителями правопорядка, то есть, и у них, собственно, команда пиздить всех активистов, то есть, скажем так, народными же массами народ и прибить, то есть, чтобы был какой-то, чтобы не было, скажем, никакого официального повода. То есть, и вот те же, и в основном, и очень большая часть вот всяких вот этих тетушников, то есть, вот этих вот гопников, переодетых в форму спецназа и беркота, они как раз вот и стоят чаще всего в первых рядах вместе вот с 18-20-летними офицерами молодыми, то есть, которые еще пороху не нюхали, а вся остальная тяжелая кавалерия, она, он стоит за ними, скажем так, то есть, пизды получают только малолетки. Я хочу тебя поправить. Смотри, тетушек никто не переодевает, они как ходили в штатском, так и ходят. И их основная задача – это показать Майдан совсем другой стороны. Вот, смотри, в Европе, они же толком не знают этих тетушек, вот, им показывают, вот кто-то молодые палят автомобили. Ну, зачем такая революция, там, палят, бьют, они просто не знают этой специфики. Их основное задание – это спровоцировать на драку, а потом уже подтягиваются беркуты, который бьет всех, ну, то есть, откровенно бьет всех. А тетушки в это время под шумок уходят, и митингующих, которые решили себя защитить, просто получают по 15 лет. Это все основное задание этих проплаченных тетушек. – Хочу обратиться к радиослушателям нашим, вы можете задавать свои вопросы в чате, будем их озвучивать для тех, кто у нас в гостях сегодня. – И хочу… – Вообще, в целом, ничего интересует, касаемо политики в Украине, верно, понимаю, что у вас на Украине разрешены правые партии, в отличие от России? – Ну, у нас, просто видишь, не так это интерпретируется, но да, скажем так. – А, то есть, у вас понятие правое другое, нежели в России, верно? – Ну, я об этом и говорил, что у нас, видишь, отождествляют многое, но да, у нас немного… У нас, по-моему, не так это неправо, у нас радикальная партия, по-моему. – Нет, нет, у нас именно правая партия. Ребята, я вам хочу объяснить суть этих беркутцев. На Мальдане, именно на Грушевского, беркутцев просто нереально пройти там. Само строение улицы таково, она очень плотная, дома, и пройти там нереально просто. Даже если у вас будет там 500 тысяч, просто не станут стенкой, и никто их не сможет пройти. Основное задание – это показать, чтобы поднять народ, который просто потом их массой, массой задает. И сейчас основное задание – это, чтобы беркут понял, что они не правы, и они должны просто переходить на сторону людей. – То есть, ты хочешь сказать, сейчас на Грушевского бой идет именно за это, чтобы беркут одумался? – Да, ну смотри, там улицу нереально пройти, просто там… – Да что нереального-то, там он в любой… обойди ты дом, да и пройди, если тебе надо, но вопрос не в этом. Вопрос просто держать две вот эти стенки, чтобы народ никуда не рыпался, ягрился на беркут, и все. Ну вот что беркут-то? Ну что беркут-то? Беркут – это твои же соседи. – Смотри, весь правительский райончик там оцеплен беркутом, то есть с любой стороны, куда ты не пойдешь, стоит беркут. И если ты туда посунешься, сразу станутся еще 300, 400, 500 беркутцев, понимаешь? – Вопрос Роману. – Какому? – Прости, слушатель, пояснить, чем насолил Янукович всем украинцам? – Ну, во-первых, это коррупция. Коррупция у нас, откровенно, процветает. Кто из украинцев? – Коррупция процветает везде всегда, и так было, и так будет. Вопрос не в этом, вопрос в том, почему Янукович, да? – Людям не нравится, во-первых, что он зэк. То есть, как это так? Зэк при правительстве? Ну, это дело такое. Вопрос в том, что он превращает отношения внутри страны в зэковские вот эти понятия и ужинки. То есть, все через блат, все через растопырку пальцев и так далее. Наводится полная монополия, а вот это вот очень сильно расстраивает народ, потому что не дают развивать бизнес. Но это как бы везде, и в России, и в любых странах, естественно. Но у нас это, видишь, у нас же Украина-то вроде страна поменьше. И тут это заметнее намного, что как бы всем бизнесом, всем абсолютно бизнесом владеют вообще буквально считанные люди. И вопрос не в том, что человек не может бизнес открыть, а в том, что давят и монополии просто контролируют весь рынок. То есть, повышение цены, то есть, ты от этого никуда не денешься. Вот, никакой свободной торговли. То есть, если ты пытаешься что-то как-то промутить, лишнюю копейку, то есть, тебя сразу же, ну, либо делись, либо как бы бизнес такой прикрывается. То есть, ну, в основном это условие. То есть, просто бандитские понятия стали развиваться. То есть, никакого целевизованного отношения. Ну, и то, что как бы во власти стоят исключительно все люди, приближенные к Януковичу. То есть, ну, по-моему, так было всегда. То есть, я не понимаю вот этого момента, то есть, сам. Ну, у меня совсем, ну, немножко другая позиция. Смотри, то, что он зэк, ну, это такое, это там его прошлое, это просто повод, чтобы его там потрогать и такое другое. Народ недовольный его действием. Вот, кто знает, кто живет в Украине, его сын там за личное время стал миллиардерами. Его семья увеличила свои прибудки в два-три раза. И здесь я согласен с Романом. Здесь у нас, если ты хочешь заняться бизнесом, тебе нужно или делиться, или уходить с этого. Ну, все. Еще вопрос от слушателей. Как вот вы лично относитесь к русским из России? Ну, давай, Рома, ответь первое, я отвечу сразу. Ну, я лично, я ничего не имею против русских. Да, у нас общая история, но не нужно ставить русских выше украинцев или украинцев выше русских. Мы равный народ. У вас также две руки, две ноги, одна голова. Так же и у нас две руки, две ноги, одна голова. Ребята, мы все равные, при рождении мы равны, и никто не выше и не ниже. Это нужно понять сразу. А я, значит, любого русского, видя на улице, сразу пизжу, потому что я живу во Львове. Убиваю их всех. На самом деле к русским у меня нормальные отношения. У меня больше отношения хуевые. Как это ни парадоксально прозвучит, но у меня больше отношения хуевые к украинцам некоторым. Вот в основном к западной Украине. Потому что они в основном, ну, это понятно, что не безответно, но они очень любят подогревать вот этот вот национальный спор. Но я говорю, что для меня что русский, что украинец, что белорус, это одно и то же лицо. То есть я всегда относился ко всем по-равному. Вот если брать нашу славянскую внешность. То есть поэтому, не знаю, лично я отношусь и к русским, и к украинцам ко всем одинаково. Потому что и долбоебы везде одинаковые, и нормальные везде одинаковые. Понятно, а вот что с западом Украина? На западе Украина не реально пиздит русских? Нет, это все цирк. Просто вот как раз таки с подачи... Ну, просто русские, на самом деле, они как раз и развивают вот эту тему, что приедете во Львов, а в там пизды дадут. Ну, это, ребят, это все очевидно, что это чушь. Никто вас, никто вас трогать не будет. Потому что, ну, не знаю, гопники одни и те же везде. То есть дебилы одни и те же. И националисты тоже, наверное, одни и те же. Никто русских не трогает. Я не знаю, мне ни разу не было такого, чтобы я, допустим, гуляя там по Питеру или по Москве, ко мне кто-нибудь подошел, спросил, что ты украинец? Да, ну на тебе в ебальник за это. Слушатель из Луганска спрашивает, зачем вы русским из Донбасса навязываете свою культуру и свой язык украинцам? Просто видишь, ну, Украина, видишь, как сформирована. То есть некоторые земли отвоеваны у княжества литовского, польского и так далее. То есть это в основном вот западная Украина. Крым, это вообще татарский, вот донбассовская территория, это русская, то есть понятное дело. И поэтому, исключительно поэтому, что вот исторические корни немного разные, на этом и в основном строится вот это вот противостояние внутри страны, что, мол, не, нифига, давайте вот в Россию. Почему Донбасс в Россию стремится, а Запад стремится вот более к Европе. Польша, что это же Европа, они, он через стенку находится, зато смотрят, да, как в Польше хорошо живут, так и мы так же хотим. Ну и плюс, потому что очень большое влияние, и очень долгое время находилось и под тем государством, и под украинским уже, и под русским. То есть, видишь, нет просто единой такой истории, которую можно взять, скажем, за пример, что, мол, вот, ребят, смотрите, все мы были изначально вот здесь, все мы были вместе, вот мы взяли эту территорию, взяли эту, взяли эту. Просто так, по сути, можно сказать, что в Украине вообще существует несколько государств, это вот польско-украинская, запорожско-украинская, то есть это казаки и татары, и донбасско-русская, вот это вот украинская. То есть, ну, поэтому, поэтому и кажется, что есть какие-то вот эти вот недопонимания. На самом деле это все как бы цирк. А, что Роман скажет, который украинец? Роман. А, повтори, пожалуйста, вопрос, это я что-то. Почему на русские земли, там, где живут русские, на Украине, им навязывается там украинский язык, украинская культура, их очень это сильно возмущает. Вот слушатели один простых земель возмущаются, нам пишут. Да-да, я понял, из Луганска. Смотри, никто наш язык, нашу культуру не навязывает. Просто, если все-таки людей больше, которые разговаривают именно на родном языке, но они и в обществе стараются разговаривать именно этим языком, и получается так, что это искусственно он уже навязывает. То есть, нас пять человек, да, вот ситуация, нас пять человек. Четыре из них говорят на украинском, так, и один на русском. То есть, это мы уже искусственно ему навязываем. То есть, мы его будем не понимать. Нербально, скорее, чем искусственно. Просто, я повторюсь же, да, вот у нас Украина сама по себе, она, видишь, не цельная, как таковая. То есть, есть вот украиноговорящие, которые, вот раз они украиноговорящие и живут в Украине, значит, по этим меркам должны жить все. Но не надо забывать, что совок повлиял на всех. То есть, и это не вина, вот, допустим, жителей Донбасса, или вот жителей Луганска, что они говорят на русском языке. Это не их вина, что они учились в русских школах. Потому что, допустим, я учился в русской школе при условии, что у меня вот рядом с домом была украинская школа, и через район была русская. Так вот, я ходил в русскую школу. Так вот, и тем не менее, видишь, я нормально отношусь к этому. А вот то, что ввели, у нас же, видишь, у нас сейчас двойное, ну, как это, и язык, во-первых, и русский, и украинский принят, то есть, как официальный, и, ну, это вот как раз-таки для того, чтобы... Пусть, 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 стой, 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 извини, я хочу тебя сразу перебить. У нас единственный государственный язык — это украинский. А второй — это региональный. То есть, он, ну, не преследуется... Просто русским надали статус региональный. Ну, вот, а видишь, а тут же вопрос звучит как? Почему вот нам навязывают украинскую, ну, украинскую культуру? Ну, культуру никто как бы и не навязывает. То есть, она просто есть, и ее можно либо придерживаться, либо нет. То есть, это твое дело. Вот я, например, ну, не придерживаюсь никаких праздников неправославных там, я просто, ну, как бы, да, это моя история, но я, допустим, не придерживаюсь этого. То есть, и что, я теперь не могу считать себя украинцем, то есть, раз я не, вот, ну, не говорю на украинском языке. Да, я могу, могу разговаривать и на украинском, и на русском, но я уже привык думать на русском. Я и думаю по-русски. Вот вопрос еще от слушателей. Действительно ли, ну, беркутцы, ну, жестят, там, как бы, ну, рассказывают... Еще раз, еще раз можно повторить вопрос? Действительно ли беркутцы на Майдане жестят? В частности, описываются случаи, где они раздевают людей, там, обливают водой, выставляют на холод. Ну, реально ли такое происходит, либо это какие-то либо вымыслы, либо... Нет, это было, это было, то есть, действительно, есть факт того, что и видео несколько есть, где действительно людей просто раздели и загоняли их в вазик. Есть тех, которых прямо уводили и раздевали уже по дороге. Есть тех, которых поливали, то есть, ну, допустим, тех, кого поливали, я не видел на видео. Вот я говорю про видео, где точно своими глазами видел, вот. Но факт того, что людей поливали, было такое, что людей, вон, по-моему, двоих строителей, если не ошибаюсь, их вытянули на улицу, они там на каком-то объекте ночевали, их раздели, отпинали, и с этих, ну, с резиновых-то постреляли в них, то есть, и там, ну, они выковыривали резиновые-то пули. То есть, да, такое было, и действительно, ну, ну, это, я так понимаю, это вот для запугивания, скорее всего, делается. То есть, хотя вот мне вот, ну, в этом случае мне действительно очень вот непонятна конкретно жестокость, с которой они это делают. То есть, тут вопрос не в том, что они делают это на показуху, они делают это вот целенаправленно, и действительно, вот, знаешь, как от себя, то есть, вот, ну, вот это вот, я вот этого не понимаю, вот это мне очень не нравится, и очень этого не разделяю. Приказ есть приказ, но человекам все равно нужно оставаться. Как вы относитесь к тому, что сейчас, я вот верно понимаю, что сейчас русскоязычных школ нет, да, уже? Есть, есть, почему? А, значит, где же информация, да, пришла у нас в Луганск, о том, что... Просто, ну, может быть, где-то, ну, в других регионах нет, ну, допустим, я говорю про свой город, да, у меня и русские, и украинские школы, но у меня наоборот, по-то, тоже. Я с города Запорожья. Ага, с Житомира. Житомира. Понятно, вот, слышал еще это такое, то, что футбольные фанаты с разных регионов и приезжают поддержать правый сектор, есть такое? Да, есть. А вот приезжают ли поддержать правый сектор жители других стран, ближайших, из России, например, в том числе? Да, есть. Ну, вот, например, с Беларуси, но он, правда, не приехал, он на Украине уже больше 10 лет, он выехал из Беларуси по тем же мотивам, что, ну, нет демократии. И, ну, есть в интернете такая информация, что в Украину едут фанаты из других стран, но она не подтверждена оппозиции или это просто информация в интернете. То есть верить, ну, трудно в это. Так, у нас в эфире новый гость, Михаил, сейчас добавим, хочет тоже высказать свою позицию. Сейчас пока дозвонимся, следующий вопрос задам. Ну, что вообще касаемо, ну, нынешних представителей, так сказать, правых сил Украины? Ну, действительно ли они представляют интерес от правых сил, или они просто вот такие вот марионеточные представители у вас? Ну, я не считаю их марионетками. Это, так сказать, государство государства, они не подчиняются там, ну, оппозиции, они действуют с народом. То есть ты можешь спокойно подойти к ним, сказать, я хочу к вам вступить, там, пройти, там, пара вопросов, и ты будешь с ними. То есть, ну, они действуют с народом, помогают им. Так, у нас добавился Михаил, Михаил, говорить можете? Да, да, я могу слышно. Ага, слышно. Расскажите про вашу позицию касаемо Майдана, того, что там происходит сейчас, кого вы поддерживаете. Первое я хотел бы сказать по поводу того, какая цель придерживается. На Украине, как известно, нету диктатора, и Украина более свободолюбивая страна. И как в Беларуси стал диктатором Лукашенко, так в России стал Путин. В Украине так сценарий не должен пройти, потому люди выходят, это более заветно Украине. В России, в Беларуси протесты не получились, но в Украине хоть как-то разгорелся и дальше проявляет себя. А вот вы сами националисты, да, получается? Ну, я придерживаюсь. Я так, я не примыкаю ни к одному. Да, конечно, более интересна национальная среда, потому что там люди более свежие. Но так оцениваю Майдан с разных точек зрения, как со стороны перкутов, как со стороны простого человека, как со стороны активиста, как со стороны националистов и так далее. Чтобы было как-то интересно смотреть на картину более цель. Вопрос еще к вам, как к украинским националистам. Каково у вас отношение к некоторым российским националистам, такого вот монархистского толка, который считает, что Россия и Украина должны быть в одной стране? Нет, ну как, извините, был. У нас вся история идет, что, ну, большинство, и сейчас учебники пишутся, набита ненависть к России. Почему это так, извините? Если Россия никогда не считала Украину равноправной страной, которой нужно считаться. Россия считала Украину своей колонией. Извините, да, вы сейчас отдельно получили свою независимость, у нас своя отдельная независимость. Мы должны строить свою независимую страну со своей хорошей экономикой. Мы должны делать свою страну со своей хорошей экономикой. Мы должны быть, как бы, друзья, понимаете? И вот в этом смысл. Ну, по факту вышло так, на самом деле. То, что изначально, как бы, Россия предусматривалась, как, скорее, колония земель Украины, потому что Киевская Русь все-таки была. Не, ну, там, да, это так. Шо на восток, да. Я не собираюсь, но вспорить про исторические факты. В Новый раз пришли, кажется, викинги. Ну, та же дальняя история, там, только мне вонтарь, а вылез за предпоследние лет 400, когда уже к учетам было записано, более-менее нормальная история выстраивается. Напоминаю слушателям то, что вы можете задавать свои вопросы нашим гостям на радио в чате. Мы все озвучим. Вообще, сейчас к чему, получается, протест идет на Украине, как думаете? Есть ли возможность какая-то Беркут переманить все-таки на свою сторону, на сторону протестующих? Нет, 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 нет. Извините, Беркут это уже до этого были не люди, я считаю, потому что то, что они до этого творили, мы людей выливаем спокойно. Просто оно же не все преподносится наверх, и не все об этом знают. Я тоже сам Малатавт знаю, просто что друзья рассказывали, там, я в шоке, там, пацанов закрывали в комнате герметичной, кидали хлорку на площадь, или выходили туда просто, чтобы погуляли вечером, то это так оно не знает. Ну да, то, что у нас обработка идет такая вот с несогласными, скажем, с инакомыслием таким в стиле Джорджа Уорла, то тут да, тут соглашусь, потому что реально у нас Беркут крышетечный просто вообще. Ну, я думаю, и русский точно такой же, но вот конкретно то, что есть ли какая-то возможность того, что Беркут перейдет на сторону, нет вообще. Ну, то есть это, вот я это сейчас говорю как от себя, то есть не как вот от лица блогера, да, а именно вот как от своего лица, потому что, ну, это очевидно, Беркут переходить не будет. Никак, как ни крути. А вот вообще какой вот возрастной состав правого сектора? Ну да, госпрома, но я правого сектора не состоял, я бы с Киева ушел за силу, то ушел из Киева и уехал к Николаеву обратно, так что там я был до нового года, считайте. Жалко, что Рома уехал, так бы посмотрел на это. Рома? Рома от нас ушел уже. А-а. У вас осталось двое. А, такое еще продолжение поступало от радиослушателей, почему вот украинцы не захотят там, не хотят разделить Украину на две части, одну отдавить в Евросоюз, другую в Россию? Это очень, да, сложный такой момент, видишь, это такая отчаянная попытка сплочать все это время, то есть отчаянно. Украина это, видишь, это государство, которое сформировано, ну, скажем так, да, если с взгляда большой политики, если брать сейчас вот прям отношения двух сверхдержав России и США, то США и Евросоюз это одна страна, да, и таможенный союз, и Россия это вторая страна. И вот Украина, почему вечно из-за нее такие споры и такой срач? Это потому что это единственная граница между Россией и открытой угрозой США, ну, скажем так, если вот брать, да, в такие замашки. И поэтому это очень спорная территория, потому что если Украина переходит в Евросоюз, то это, собственно говоря, военные базы на территории Украины, что уже не приемлемо Путину. Поэтому почему он так, почему он идет на любые условия, прям, я не знаю, и под чем так активно, и чем так умело пользуется вот политики Украины. Плюс газотранспортная держава, то есть, ну, вот в этом смысле Украина очень стратегически важна, поэтому ее разделять, вот, ну, ни при каком варианте не будут, вот, никак, железно. Ты что, думаешь, Крым подарили вообще просто так, вот, то есть дядя Хрущев такой добрый взял ТК, ну, ребят, забирайте. Да нет, конечно, это исключительно для того, чтобы потом же и манипулировать этим. Максим Сулганска, вот, ты можешь говорить, в принципе. Максим. Максим, сейчас микрофон, ну, все нормально? Может, в Украине интернет теперь отключили? Очень, очень уж долго ждали, пока, да, вступает в законы. Максим боится свой голос палить. Наш хейт. Максим. Человек, который живет в Уганске, русский, и очень ненавидит украинцев по какой-то причине. Максим, не бойся, вместе в одной клетке сидеть будем. Так, ладно, Михаил, получается, я, верно, понимаю, что на Майдане были, но несколько дней назад его покинули, да? Ну, да, перед событиями, да, перед Новым годом, я считаю, ЮЕК. Ну, да, честно сказать, там, толком так непонятно, есть правый сектор, есть людей более активные. Если сначала были все более замерные протесты, то правый сектор начал набирать более уже популярность людей, как стало заметно уже недавно. Потому что танцы, пляски, это одно, можно действовать более как-то решительно, и власть еще как-то хоть дрожала, потому что она понимала, что все-таки есть люди, которые не согласны с ней, есть протест. Также хотелось бы, видите, еще там, афганцы были, что меня больше всего удивляло, которые люди отодвигали весь протест. Вот сейчас я хотел командовать вопрос, хотел задать. Как они сейчас себя позиционируют? Потому что когда я был именно на Банковой, там они, кажется, они именно стали живой цепью, не пропускали людей, говорили, что это провокаторы. Как сейчас они, что они делают? Кто, кто, еще раз повтори, кто себя позиционирует? Афганцы, как типа, за мирный протест были. Ну, я как понимаю, кто-то дал из политиков бабла, чтобы они их слушали и не выполняли их приказы. А сейчас именно как они себя позиционируют? Вместе на Грушевского стоят или так же самое пытаются останавливать или охраняют Мэдам просто? Если не ошибаюсь, ну, вот мне приходят периодические сообщения, в том числе и о афганцах, то там пишут, что, ну, есть те, которые прям активно вместе с правым фронтом этим тоже принимают участие в прямом, скажем, вооруженном вот этом, по вооруженном конфликте с Беркутом. А есть те, которые, ну, дежурят в основном возле медсанчей, медпунктов и так далее. То есть, ну, такой однородной позиции у них как бы нет, я так понимаю, там сейчас что-то непонятное с ними. Так, друзья, есть ли возможность как-то связаться с теми, кто сейчас на Майдане? Если вот номер телефона вы, в принципе, в чатик скинете, кого угодно кто-то находится, мы можем, в принципе, позвонить и послушать, что они сейчас нам расскажут. Ну, у меня, например, нет, а вот, не знаю, если у Миши... Не, не, у меня там все по-донам сидят, не, там были каникулы, такое. Если, может быть, у радиослушателей есть знакомые, которые сейчас там находятся, скиньте номера в чат, позвоним, узнаем, что там происходит. Будет очень интересно, мне кажется. Раз таких людей нет, есть ли еще какие-то темы, которые вы бы хотели осветить касаемо этой темы? Ну, хотелось бы, действительно, что мне интересного было, и я хотел бы, конечно, чтобы и Максим Марцинкевич дал по этому поводу комментарий. Вот, это касательно вот именно вот этой вот злостной и просто ублюдочной кремлевской агитации, конкретно того, что происходит сейчас вот в Украине. То есть, вот как вот вы относитесь к этому? И, ну, хотелось бы сказать, вот то, что у меня, например, действительно, ну, дичайше бомбило, когда я смотрел вот этот вот репортаж вашего Киселева, того, что происходило. То есть, ну, вот я уже давал по этому поводу комментарий, вот, а мне хотелось бы, ну, если Миша скажет еще что-то по этому поводу, было бы здорово. По поводу кремлевской агитации, вот того, что, ну, с точки зрения России, то есть, что, как она это видит? Лично я кремлевская агитация воспринимаю, ну, просто как, ну, некая помойка, да? Просто помойки какие-то рьют в голову людям, и они ведутся на эту всю фигню. Я вот, в принципе, телевизор не смотрю, и даже не знаю, что на самом деле рассказывают про события на Украине. Я сижу в интернете, читаю там паблики украинские, смотрю, как они сами это все дело комментируют. Помимо этого, читая «Спутник и погром», они почему-то там, ну, не знаю, зачем призывают людей там разворачивать имперские флаги, я понимаю, зачем. Я, ну, прекрасно понимаю украинскую сторону, что они, ну, в принципе, не хотят как-то присоединяться к России, как мечтают, о чем мечтают многие монархисты российские. Ну, знаешь, вот сказать по правде, да, не лукаве, я в коей мере тоже монархист, но это если брать во внимание вот выбор формы управления, да, если выбор есть, допустим, от того, что есть сейчас, и если есть монархия. В монархии, по крайней мере, есть ответственный, и нет вот этой круговой поруки, никто ни за что не отвечает. В монархии все четко и предельно ясно, то есть если накосячил, то царь получает пизды. В нашем случае получить пизды никто не может, потому что все на друг друга перекидывают власть, особенно при парламентаризме. Поэтому, если брать вот из двух сортов, ну, выбирать из двух сорт говна, я бы выбрал монархию. А вот если, ну, чисто мое бы, мой интерес, то это уже немного другая тема, то есть я совсем за другой взгляд, совсем за другую парадигму восприятия вот этого. Ну, в целом парламентизм, это всегда отсутствие какой-то личной ответственности, это коллективная ответственность, она приводится к полной безответственности, в принципе. Все верно. Об этом писал Адольф Гитлер в своей книге, об этом знаем и мы, национал-социалисты. Так я бы просто хотел сказать, вот, допустим, в чем прикол парламента, есть мусор, его нужно выкинуть, давай ли всей семье соберемся, чтобы решить, нужно ли выкидывать мусор, то есть оно так. Иногда бывают, конечно, лучшие предложения, но чаще всего, ну, просто трата времени и система дает свою неэффективность. И, короче, мусор остается просто там свалка, они выносят, это, конечно, естественно, минус. А так, монархия, в чем прикол монархии, в том, что, может быть, хоть когда-то стадет на трон нормальный человек. А в парламенте, когда есть президент такой, извините, президентом не наносит нормальный человек, он должен пройти по головам, он должен предавать, он должен убивать. И да, он может стать верхушкой, но это понятно. И так, еще хотел бы спросить, вы договорили тему украинизации, Донбасс, это написали. Украина, все-таки, это Украина, нужно больше говорить на украинском языке, и пускай дети будут учить украинский язык. Потому что как, если Донбасс будет говорить на русском, западное будет говорить на украинском, где есть будет единство. Здесь не будет единства, если Украина, у нее должен быть государственный язык украинский. Если говорить на русском, говорите на русском, пожалуйста, не нужно носить это как государство. То будет снова, будет намечаться явный раскол. Я, конечно, в сравнении того, чтобы Украина была более целостная государство, но как будет лучше, как будет, так оно непонятно. Если будет лучше жить отдельно Донбасс, отдельно там западная Украина, может так оно и надо, но так оно, чтобы судить сразу, как сложно. Если так оценивать ситуацию, то на самом деле любой раскол это уже очень печально. Посмотри на ту же Словакию, на ту же Чехию. Примеров действительно нормального раскола не будет. А если бы хотя бы идея сама раскола состояла в форме правления, то есть, допустим, на западной была бы диктатура, а на восточный парламент, допустим, демократия, то это еще было бы понятно. А так раскол тут, видишь, не конкретно из-за каких-то политических предпочтений, а вот на национальной почве. То есть мы хотим говорить на русском, мы хотим говорить на украинском. То есть это вообще не должно как-то влиять на целостность Украины. То есть такое чувство, просто видишь, такое чувство, что Украина к чему-то готовится. Типа вот мы должны все вдруг говорить на русском, потому что сейчас вот что-то произойдет, и нужно, чтобы до этого момента все заговорили на русском. Или вот до этого момента все должны заговорить на украинском. А куда мы спешим, я не знаю, куда все катится. То есть зачем всех вдруг объединить? То есть ну хотят разговаривать на русском, давайте говорить на русском. Если вы хотите говорить на украинском, говорите на украинском. Почему это ставят как камнем преткновения? Зачем? Зачем искусственно стравливать людей? Это банальная пропаганда. Сергей, что ты думаешь? Что я думаю? Я вас слушаю долго. Как я оцениваю ситуацию, это не является официальной позицией Реструкта, но от Максима Марцинкевича я могу сказать, он думает точно так же, как думаю и я. То есть мы достаточно долго и часто были на Украине, ну и видели там, со многими общались. Вот это разделение на русский и украинский язык, как мне кажется, оно инициировано откуда-то и скорее всего оно инициировано с Запада. Вот этот знаменитый правоблок, на который вы сейчас пинаете, это 100% искусственное образование, на которое выделились бабки. Вот, то есть, допустим, наша позиция, ну вот моя, Марцинкевича, она очень простая. Мы за то, чтобы Украина была отдельной страной. Мы не считаем, что она сейчас должна быть как-то с Россией, как-то в составе России. Потому что для Украины, да и для России, это будет очень плохой союз. Вот, у Украины сейчас есть уникальный шанс стать чем-то таким кластером славянским, русским, самостоятельным. Вот, и очень расстраивает то, что, к сожалению, за вот этим сейчас правым блоком и националистическим движением во многом Украины стоят, к сожалению, антирусские силы, и эти силы совсем не украинские. То есть, они используют эту риторику националистическую, да, я доведу до конца речь, вот, используют эту националистическую риторику и вбивают искусственно раскол. То есть, украинцев пытаются сделать русофобами. Вот, ну, я, в принципе, достаточно старый русский националист, и вот честно говорю, что, вот, допустим, у меня, как у русского националиста, нет никаких претензий на Украину, на то, что ее под себя ассимилировать или как-то там ею управлять. Я буду рад, если это самостоятельная, гордая страна. Но внутри самого-то националистического украинского движения не должно быть вот это. А, вот давайте все будем говорить по-украински, или давайте все будем говорить по-русски. Все, к чему это приведет, это к расколу Украины, там, по линии Днепра и Крыма. Ну, зачем вам это нужно? У вас будет гражданская война вообще на пустом месте. Она вам не нужна. Я поддерживаю, потому что это действительно вот более похоже на сценарий Запада, потому как любые конфликты, они действительно все время находили вот основания на тех, кто делится сразу же на патриотов и тех, кто хотят каких-то якобы перемен. То есть, в данном случае мы говорим о русских, да, в Украине. Поэтому, да, это очень похоже на западную, но я утверждать не буду. То есть, просто самое обидное как раз-таки, да, вот ты правильно замечаешь конкретно того, что Украина должна наконец-то, вот знаешь, не просто называться независимой, да, как она любит гордо об этом заявить, а стать независимой, потому как она то находится под влиянием Евросоюза и вот этих конфликтов, то находится в таможенном союзе под влиянием Кремля. А ведь действительно, может, стоит хотя бы раз побыть вот той независимой Украиной, о которой пишут, о которой все так мечтают. Ну, если ничего с этого не выйдет, ну, по крайней мере, мы будем знать об этом. А вот эти вот расколы... Я от себя могу заявить, что если бы Украина стала самостоятельной, вот, тем более у вас для этого больше всех шансов, вот, из всех постсоветских стран, на Украине, к счастью, больше всего свобод. И таких возможностей, какие есть у национального движения украинского, развиваться, не было ни у одного, то есть ни у белорусов, ни у русских, то есть нет. У вас, вот, по сравнению с Россией, у вас просто рай. Вы там говорите, что вас там прессуют, там, свободы лишают. Это неправда. То есть вам, ну, вы, к сожалению, не можете сравнить. Я с тобой согласен. У вас все гораздо проще и лучше. Тут видишь, как-таки... Но вы начинаете искусственно у себя, вот как внутри русского национального движения, постоянно раскол между язычниками и православными, совершенно ненужные, ведущие только к декструктиву. То есть и так же на Украине раскол между, вот, по языку украинскому и этому самому, и русскому. Ну, это вам нечего делить. Учите два языка. Вот, допустим, в Беларуси два государственных языка. Белорусский и русский. Никакого конфликта ни у кого нет. Ну, вот. Не, я об этом и говорю, что тут, видишь, в Украине свобод больше, но почему же конфликт-то произошел, почему вдруг так активно пуканы-то загорели. Потому что вот решили ограничить, причем ограничить сразу, знаешь, так догнать Россию за 15 минут называется. То есть проголосовали 27 законов, решили внезапно так внедрить. Поэтому очень сильно припекло по этому поводу. Поэтому сейчас припекает и на Майдане. Все правильно. Вот, потому что вот смотришь, то, что происходит на Майдане, да у меня душа радуется за то, что есть люди, которые готовы активно, там, не боясь трудностей, репрессий, в то, что у них выстрелят, добиваться собственных прав. Вот это, ну, подвиг мужества, вот прям, вот смотрю, и только положительные эмоции. Что вызывает отрицательные эмоции? Это то, что, черт, ну, к сожалению, вода льется на чужую мельницу. Да, да. Вот, то есть неужели там украинские националисты считают, что если Кличко станет президентом, ну, что следом будет? Следом начнется риторика, как в Латвии и Литве. Типа, давайте будем избавляться от русских, бла-бла-бла, но при этом будет расцветать там голубизна всяких вон там голубых журнальчиков снимается. То есть там проститутки там будут по всему Лондону стоять украинские. Ну, то есть вы хотите какого-то такого независимости, независимо торговать своими бабами, независимо там жопой своих мальчиков там 12-летних подставлять. Но это не независимость, это бордель. Вот, то есть мне кажется, Украина могла бы чудесно сейчас сыграть на противоречиях между Россией и Западом. И вот, знаешь, братья есть двух кормушек, как это на протяжении достаточно долгого времени делает Лукашенко. То есть, а, вам Россия хочется тут, там, не знаю, транзит какой-то дешевый, пожалуйста, я вам дам, ну дайте нам дешевый газ. А вы хотите, так сказать, чтобы у нас не стояли российские базы, как хочет Запад, ну дайте нам кредиты, мы тогда не будем за деньги содержать там базу в Севастополе. То есть Украина чудесно могла бы таким образом между двух огней жить и потихонечку самой развиваться. Я об этом уже говорил, но, видишь, у нас нет просто того, кто за это все мог бы взяться. То есть спонсоры либо с США, либо с России. Соответственно, нет такого человека, который хочет сесть жопой на два стула сразу. Не знаю, ну меня сложно судить, я не настолько знаю верх националистической тусовки Украину, но мне кажется, если бы сейчас националистическая вот эта тусовка, вот именно тех, кто вверху, ну, нацдвижение, как-то заняли самостоятельную политику, то вы бы получили огромное количество волонтеров с той же самой России, которые просто приехали бы к вам, потому что, ну, в России делать уже нечего. То есть в России вот там буквально вчера, что ли, приняли усиление там 282-й статье, то есть уже, ну все, уже страшно делать все. Что за статья-то? Политическая свобода слова, то есть там, ты сказал, кого-нибудь не любишь, тебе сразу 5 лет. Педофилов не любишь все. Да, ну, то есть педофилов можно выделить в отдельную группу социальную, и за то, что ты скажешь, а я не люблю педофилов, тебе там хлоп, 5 лет, пошел. Вот у меня, например, статья была за то, что я не люблю сотрудников милиции, у меня социальных группов, сотрудников милиции, признают социальные группы, меня посадили. У меня 3 года был запрет на публичное высказывание своего мнения. Сейчас мне въебали запрет на въезд в Россию, потому что я нежелательное лицо для России, потому что не те вещи говорю. Вот, но это я еще как-то вот по краешку прохожу, то есть, ну, а Максим вот сейчас садится вообще ни за что. То есть, фактически за слова. У вас, украинцев, этого нет, у вас в этом плане все гораздо лучше, вы можете говорить что угодно, и вам ничего за это не будет. Ничего не будет, ничего не будет, это вот было до 16-го числа. С 16-го числа, как ты понял, теперь уже решили взяться и за это. Поэтому и, собственно, почему я так активно... Я смотрел, смотрел эти проекты, этих законов, но все равно там фактически вам условные сроки и штрафы, а у нас реальные сроки и большие. Но ты не понимаешь, что ты, ну, в смысле, я думаю, я уверен, что ты понимаешь, но сперва введут это, а потом начнут просто к ним же и поправки вводить. Нет, я согласен, что с этим нужно бороться, с этим никто не спорит. Я говорю немножко о другом, что вам от вот этого педалирования темы, а давайте будем говорить все на украинском, а кто, кто говорит на русском... Это просто квость бросают, чтобы отвлечь людей, это все понятно, это просто бросают квость. Нет, нет, ты все равно меня не понял. И это что там делают власти, да на них насрать, они пытаются сохранить власть и вас как-то там поставить в одну шеренгу. Нет, я о другом говорю, что у вас внутри вот в самом нацдвижении украинском должно быть немножко сдвиг. То есть не надо искать среди русских украинцев, там это знаменитый скандал летом, когда там какие-то украинцы накрыли эту русскую пробежку. Ну что вы до них доебались? Эти русские там, этот Паша Рудометов, я его лично знаю, он всегда хорошо... Я знаю его лично много лет. Вот на него набросили, что он там бежал в эту сербу. Ну видишь, опять же... Для меня это смешно их мероприятие, но вам на них набрасываться не было смысла никакого. Они не враги русской... Я как бы тут только поддерживаю. Это опять же к вопросу о долбоебах. Есть и там, и там по обе баррикады. Поэтому тут я только поддерживаю, потому что это действительно глупо искать врага в своем, скажем, соседе. Потому что это очень... Ну это неприемлемо, это глупо. Вы должны понимать, что союзник у вас, действительно союзник для вас как для этноса. Может быть только там Россия, Беларусь, ну и все, пожалуй, там сербы. Ну я был в свое время в Сербии. Все, забудь про них, они уже сгнили и пропали. Нет, поляки, ну поляки, да, будут вам помогать. Но Польша до сих пор там лозунг от моря до моря. То есть они мечтают забрать вас в Украину. Речь посполитую, да, воскресенье-то? Нет, речь посполитую это... Там князья-то были белорусы. Нет, эти хотят конкретно с вас сделать колонию. С вас в ближайшую колонию пытается сделать не Россия как раз, а Польша. Вот, поляки для вас как раз-то вот вряд ли враги. В смысле вряд ли друзья. Ну видишь... А России и так земель хватает. Видишь, как происходит-то пропаганда, особенно-то с евро стороны. То есть мне действительно очень, ну не то чтобы стыдно, но мне очень было неприятно где-то в глубине души видеть своих друзей и многих своих знакомых с еврологотипами, скажем так, у себя на лице, на лбу и на всех остальных частях тела, когда речь-то шла вообще не об этом. То есть это, ну вот за это мне было обидно. Ну конечно обидно, но просто на самом деле подавался же изначально, что вот типа вам препятствуют как-то с Европой объединяться. Вы должны понимать, что первый для вас препятствие объединения с Европой это сама Европа. Европа никогда не возьмет Украину к себе. Зачем им 50 миллионов, которые ринутся работать там не знаю кем, дворниками, сантехниками, проститутками во всей Европе. У них и так сейчас, вон в Англии, посмотрите, законы принимают о том, чтобы ограничить въезд там всяких болгар и кого-нибудь там принимали в последний момент. Да вон сейчас, по-моему, Германия, Франция и Великобритания, то вот те основные страны, на которых весь ЕС-то и стоит, они сейчас выйдут с этого Евросоюза и все. Это тонущий корабль, это очевидно. Вот, поэтому, ну, нет смысла. То есть сейчас вот у вас уникальная ситуация. Да, у вас революция в стране, у вас там все бушует. Это охрененная почва для усиления национализма, именно как политическая сила. Да, но ее никто не направляет. Но вам как-то нужно стать умнее, что ли. Ее никто не направляет, эту силу. Я об этом и писал. К сожалению, да. Еще люди должны были прийти и участвовать в этом эфире. Но вот они пишут, что они еще где-то там на Майдане застряли. Сейчас посмотрю, может он появился. Да, кстати, нам желательно услышать кого-то с Майдана все-таки сегодня. Так, вот он появился в онлайне. Сейчас я попробую в скайпе его добавить к нам. Сергей, можно вопрос? Да. А вот кого-то там завалили на Майдане с Найтера, Кишу. Думаешь, это кто бы Янукович завалил или какие-то другие? Не знаю, какая-то колонна. Ну, мне очень сложно судить, я не готов. Но, допустим, мне кажется, что это все-таки больше провокация со стороны Европы похожа, чем со стороны Януковича. У Януковича сейчас и так хватает поводов для того, чтобы присылать вас физически. То есть проблем с этим никаких нет, поводов хватает. А прям уже такой валилово непонятно. Я думаю, что это скорее со стороны Запада. Точно такая же ситуация была в свое время в 93-м году на Белом доме. Тогда стреляли там с американского посольства. Все это знают, но ничего никому не было. Кстати, касаемо девочки, из-за смерти которой там все началось, ну, как вы говорите, резонанс. Мне тут отписала одна девушка, что девочка на самом деле жива, которая упала со стела головой вниз. Ну, ее сфотографировали еще лежащей. Она говорит, жива, и с ней общалась ее подруга на самом деле. Да, это 2 дня тоже мне 1 декабря. Мне так понравилось, что я так посмотрел, что это Деза заранее. А пацаны были неподготовлены, те, которые там призывали штурмовать администрацию. И так, конечно, не говорил, что типа это водка. Но там они так активно именно из-за этого стояли, что девочку убили там. Надо их рвать такое. Не, ну мне вот очень частенько пишут по поводу того, что конкретно вот этот убитый армянин, Армянин это вообще как бы русская провокация. Это, ну, российский вообще спецназовец, переодетый в форму украинского Беркута, ну, собственно, пристрелил парня-то. Нет, там вообще бесплатно, кто там сможет Россия. Ну, про российских спецназовцев, чтобы участвовать в этом, я вообще не верю, если честно. Нет, я сейчас не знаю. Вот Россия как-то слишком молчит. Ну, как-то куда специально вынуждает, чтобы сделать потом наступление. Типа там освобождение, там, ой, как жалко, там такое. Россия? Ну, они слышат каких-то конкретных заявлений от России. А какие вы от России заявления? Россия точно не будет к вам войск вводить никаких? Вы что, не смешите никого? То есть это просто нереально само по себе? Ага. Он уже как-то выдумает. Ну, это уже как какие-то демонизации, неизвестно зачем, неизвестно кого. Поиск глубинного смысла. Нет, ну как, просто по истории, по истории я смотрю, что все в России были. Так что оно и в этом случае, если что-то произойдет, такое более катастрофическое, оно тоже переменит участь, я кажется. Что там есть, что вопросы-то какие-то? Так, вопросы на радио. Слушатели, вы можете задавать вопросы на радио в чате, я все буду зачитывать, если они адекватные, конечно. Вопрос Сергею. На Украине подняли восстание за то, что им ограничили свободу слова. В России нужно аналогичное восстание? Еще раз, не понял вопроса. Сейчас на Украине подняли восстание за то, что им ограничили свободу слова. Необходимо ли такое восстание в России? Ну, черт, я не могу высказать свое мнение, потому что мне сразу срок приправил. Поняли твой ответ. Кстати, вот хотелось бы дать комментарий, да, по поводу, вот ты говоришь, на Украине, да, тут это тоже очень частенько веселый спор по поводу на Украине или в Украине. То есть, видишь, много любителей обменяться говном между лагерями, но тут, когда говорят в Украине, подразумевают независимую, да, в России говорят на Украине, потому что у них, ну, то, что в России как бы принято, да, говорить на Украине, как на территории. И тот же Жириновский со своим вот этим пиздобольством только подогревает вот этот вот холивар и вот эту ненависть ко всем, кто говорит там «в Украине», «в Украине». То есть, правильно, если надо... Опять цепление к словам совершенно. Мне кажется, люди, которые это используют, они даже никогда не задумывались с такой точки зрения. Вот я бы не подумал. Меня сказал бы, что в Украине, на Украине, мне бы было, в принципе, абсолютно одно и то же. Не, Шевченко... Не надо жонглировать словами. То есть, занимайтесь делом. Вот, а искать вот какие-то дома, вот что, где точку поставил. Да-да-да-да-да-да. Это совершенно не то, чем нужно заниматься. То есть, и так хватает проблем. Ну, правильно говорить на... В Украине правильно говорить, я правильно понял? Ну, правильно, видишь, правильно говорить и так, и так. То есть, у нас же, видишь, у нас принято говорить в Украине, в России принято говорить на Украине. То есть, ну, правильно, в принципе, и так, и так. Просто якобы оправдание тому, что говорить в Украине, это когда подразумевают независимую республику в республике Украина. Якобы так. Слушай, ну это бред вообще. Я не хочу... Я согласен. То есть, видишь, а спорт, тем не менее, очень часто перерастает вот этот вот гневный обмен месседжами. Типа, вот иди ты нахуй, хуесос, мы независимые там и так далее. Не знаю, Шевченко писал. Ну, давайте будьте оптимистами. Украина сейчас не является независимой. Независимая Украина, она должна иметь какие-то атрибуты независимости. Независимой Украины не было в последние 20 лет. Вы требуете там какое-то уважение от России. Замечательно. Но при этом вы требуете, чтобы вам давали газ и нефть бесплатно или по дешевке. Ну, вы же должны понимать, что если вы потребуете независимости... Я не против, повторяю, я не против независимости. Вот, а то сейчас меня обвинят не в чем. Ну, вы должны реально понимать, что то, что вам даст Европа, Запад, в том виде, в котором вы хотите... Это тоже не независимость. То есть, выужели вы считаете, что если вы добьетесь своей заветной цели, и у вас будет... Ну, сколько стоит сейчас виза, евровиза для того, чтобы ездить, ну, когда-нибудь в Германию? Да хуй знает, я не знаю, но, по-моему, до сотки баксов. Сколько? Вопрос. Сотка баксов где-то. Хорошо, сотка баксов на год. Вот, давайте посчитаем. Значит, сотка баксов. Ну, вот если у вас будет Евросоюз, у вас коммуналка станет как в Латвии. Вот я в Латвии переодил. Бываю, и, значит, там за однокомнатную квартиру сейчас вот зимой в сезон платят 400 долларов. Коммуналки. Пиздец, блядь. Вот скажите мне, сколько сейчас платят украинцы за однушку коммуналки в Киеве? Ну, в Киеве я, допустим, не знаю, да, кто там, может, кто с Киева пришлет, ценник-то. Долларов 250. Я знаю, что я, допустим, за свою... Хорошо, 250 долларов, хотя я сомневаюсь, мне кажется, меньше. Ну, ладно, даже если 250. Вы понимаете, что разница месячной коммуналки, что вы сэкономите и начнете без визы ездить в год? Да, 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 да. То есть 10 долларов покроется сразу за один месяц коммуналки. Да. Ну, я, например, это понимаю, это мне объяснять-то. Да, и то есть, ну, все, то есть вы экономически уже начинаете проигрывать. Вот. Для вас единственный шанс – это воспользоваться вот этой суматохой, то есть то, о чем я говорю, вот этими беспорядками для того, чтобы набить себе политических бонусов, влезть в парламент. То, чем вы сейчас занимаетесь, вы занимаетесь криминалом, охрененно. Но это вам не даст легитимность, когда будут выборы. Вам скажут, а, это вот эти вот гады, вот они все беспорядки устроили, Крым, этот самый, Киев сожгли, тут пару домов сожгли, троллейбусу сожгли. А вся вот эта пидоросня, которая стоит за правым блоком, там где-то за спиной, они скажут, а вот мы интеллигенты. Мы, понимаете, интеллигентные люди, и пустите нас в парламент, а это, ну, это же вот уголовники, только из-за них были перегибы. Если бы не они, мы бы все демократическим путем достигли. Вот. То есть вы должны это понимать, что вас сейчас используют. То есть еще раз, я восхищаюсь людьми, которые там все это творят, вот реально восхищаюсь. Это крутые чуваки, там, если кому-то будет нужна помощь, обращайтесь и спрячем, поможем. Нет, нет, я, опять же, точно у меня банально такое же отношение к этому всему. То есть я поддерживаю, я вот занимаюсь пропагандой этой всей, хотя для меня, ну, очевидны, да, все эти политические игры, но вот, тем не менее, я считаю своим долгом поддержать ребят, которые стоят там, которые... Нет, я тоже считаю, что вот они замечательные люди, вот эти, кто все это делает. Вот, но вы должны понимать, что вам сейчас нужно не пытаться разругаться с русскоязычной Украиной. Как это сейчас пытают многие сделать, вот, то есть, я же был там совсем недавно в Киеве, вот, и был смешной случай. Я сижу в кафе, вот, значит, за столиком, точнее, зашел в кафе, а там сидит мальчик, развалившись на стуле, и мешает мне сесть. Я подхожу к мальчику, он совсем ребенок, лет 10-12, говорю, можно я тебя подвину? И со стулом его сдвигаю. А рядом за соседним столом сидит его жирная мамаша, килограмм 100 веса, которая начинает орать. Вот, русские понаехали, украинского ребенка обижают. Я говорю, ребенок, я спросил, можно я тебя подвину? Он говорит, да, мама, он спросил, он продолжает орать. Вот вы на русском здесь разговариваете. Ну, то есть, вот, просто пример. Это как раз вот происходило на Майдане. А-а-а. То есть, вот я вежливо, культурно, то есть, я никого обидеть не хотел. Этого ребенка, то есть, он взял со стулом. Ну, я же думал, ты тоже сам помашил. Я спросил, что его разрешение. Но его жирная мамаша, услышав мой русский язык, начала просто орать там на все это кафе. Ну, в Украине просто неудобно. Сам же понимаешь, что это вся вот эта вот советская пропаганда, блядь. Это не советская пропаганда. Вот это уже пропаганда бандеровцев. Ну, не знаю, тут видишь, бандеровцев-то у них совсем другие эти взгляды. У них там Кремль же самый главный враг. То есть, давайте объединимся, давайте с Гитлером-то объединимся, давайте русских-то этих, красноармейцев-то гасить и так далее. Но вопрос не в этом. Вопрос вот конкретно вот в этом, блядь, пережитке совка в башке, блядь, пережитке вот этих вот старых обид каких-то, блядь. То есть, люди живут в консерватизме вот в этом, блядь. Попытаться сделать из России там какого-то демона 17-х, 18-х, 20-х годов абсолютно глупо. Украинский и русский народ страдали от коммунистов абсолютно одинаково. И вот этот коммунистический строй строили не русские. То есть, ну, достаточно посмотреть там топ-300 революционеров, вы найдете там 2 русских фамилии, 10 украинских, а остальные знаете сами какие. Там по количеству участников в топовых революционеров как раз-то украинцев больше, чем русских. Давайте будем справедливы. Но почему-то Украина пытается вот, ах, вот типа, ну, а вы там Голодомор устроили, ах, вы там еще что-то устроили. Ну, это совершенно не правильно. По поводу Голодомора, ты сам знаешь, что это просто Ющенко хотел отжать профит. Чего не получилось, чего пытался сделать Янукович. Но очевидно, что, по-моему, в России погибло гораздо больше людей при Голодоморе. А тут не надо считать, у кого погибло больше. Просто нужно прийти к выводу, что от коммунистической власти страдали одинаково 2. Еще там можно посчитать к этому русский народ, вот, а те же самые поляки уже потом дальше страдали. То есть, все страдали одинаково. Здесь не надо искать какой-то народ крайний. Вот это просто, если же это любимая привычка, если перекладывать ответственность. Но это не будут славянские народы. Виталик, нам присоединемся к Афиле. Здравствуйте. Сергей, привет всем. Звоню из Украины, очень подробно наблюдаю. Пока издалека, но если еще пригреет, то, я думаю, поеду обязательно в Киев, потому что ситуация обостряется с каждым днем. Хочу сказать спасибо вам за то, что вы не упускаете из вида все происходящее и описываете все со своей стороны. Очень много моментов, которые указывают на то, что российский спецназ в составе Беркута. В частности, обороты слов и то, как они себя ведут. Я в это не верю. Вы в процессе Беркута претенулись к Харькову или Днепру. Они говорят более чисто. Вы там делайте выводы. Но я не поверю, что кто-то из русских туда поехал. Более того, я скажу, что люди, которые могли бы поехать части там, у меня есть там знакомые. И если бы там кто-то поехал, я бы знал. Я знаю там командиров рот, командиров батальонов. Я с ними общаюсь. Вот те, которые бы могли туда поехать. Ну, кого бы по их именно профилю службы, если бы это было, правда, отправили. Эта часть стоит под Кубинкой, короче, 50 километров от Москвы. Я знаю оттуда несколько офицеров и знаю очень хорошо. Они как сидели там, они так и сидят. Понятно. Просто парни очень неадекватно себя вели. Как будто... Ну, знаете, по поводу неадекватности, я тоже видел в видео, когда просто ребят без этих самых... Каких-то там ваши вояки украинские, не Беркут. То есть они стояли без броников, без ничего, как и начали просто валить и засовывать им за пазуху взрыв пакеты. Вот. И они были без оружия. Я видел эту видеозапись. То есть, ну, это тоже нельзя назвать адекватным поведением. Ну, просто вы должны понимать, что у вас сейчас практически еще не война, но это очень близко. Вот. То есть мне случалось в виде такие конфликты изнутри. И там сознание меняется очень просто. То есть осуждать боюющих с одной, со второй стороны в перегибах абсолютно глупо. То есть, что кого-то там облили или расстреляли резиновыми пулями. Да, радуйте, что так дешево отделались. Ну, то есть, поверьте мне, если начнется гражданская война, то, что вы сейчас считаете ужасами, будет казаться так детскими шалостями. Если у вас будет гражданская война, будет резня, будут резать, будут убивать. Будут убивать там со всякими извращениями. Сознание в эти моменты меняется. Осуждать там какого-нибудь перхутовца в том, что он как-то что-то там лишний раз кого-то пнул дубинкой, ну, я вот не могу. То есть я это воспринимаю как вполне данность. Точно так же, как со стороны протестующих, если они, там, не знаю, кому-то сунут гранату и вдорвут его, я тоже не могу его осуждать. Это абсолютно, ну, это не скажешь, назовешь нормальным, но это данность конфликтов. Вот сейчас у нас на связи появился с Кива. Приветствую. Приветствую. Ага, скинули видео, видео уже видели о том, как там Беркут издевается над головой мужчиной. Расскажите, пожалуйста, что у вас там в Киве происходит, были ли вы сегодня на Майдане, или когда последний раз там были? Был я там час назад, вот, только вернулся домой. Происходит жесть, как бы, я не знаю. Ну, а пиши там, не знаю, сколько человек со стороны одной, с другой, хотя бы в общих чертах. Так образно даже не скажу, я не знаю, как бы, вот, ну, даже со стороны жестко выглядит просто, поэтому по почетам не могу сказать. Вот, нормальное мясо было вчера, позавчера, вот, вчера утром, ну, вчера утром, получается, вот, приехал мой товарищ с другого города, пока я ехал к нему, вот, у него как раз на глазах, ну, и застрелили парня, вот. Когда я приехал уже, получается, помогали его оттаскивать, вот, короче, от этого дико вообще, ну, все были в шоке. Вот, короче, как-то так. Вася поменяет, получается, огнестрельное оружие уже, да, или как? Ну, да, я только что прочитал, получается. Понял, как оправдывается, то сейчас это, это не как, стреляют с обычного, не с огнестрельного оружия, с ружей, с каких-то, которые не являются огнестрельным. А вот пули, как раз-таки, боевые, только об этом никто не говорит. Ну, вот, и так же написали, что... Ну, если стреляете за ружье, которое для разгона демонстрации, обычными пулями ружье развалится. Нет, там другие идут специальные, там, как бронебойный жилет пробивают. Ну, самое жесткое то, что те, кто стреляли, сидели на крыше. Стрелять с патронами бронебойными, вы что, смеетесь? Ну, там неизвестно, из чего стреляют, в общем, там, как человек говорит, они на крыше сидели. Ну, да, да, сама суть в том, что сидели на крыше, вот, про это, но об этом говорит траектория пули, которое вошло в тело. А вчера, позавчера был на Майдане, на, вот, в центре событий-то? Ребят, ну, мне кажется, из вас всех, служивших, наверное, один я, вы должны понимать. Если, допустим, в голое тело стрелять бронебойным патроном, это лучше, чем если вас выстрелят обыкновенным. Потому что бронебойный через вас пролетит, скажем так, доставив вам наименьшее количество повреждений. Это будет просто дырка с кровью. То есть, если с вас стреляет обыкновенным патронами, на вас нет бронежилета, у вас основные повреждения не за счет того, что у вас дырка, а за счет того, что, так называемый, останавливающий эффект. Он из чего состоит? Из того, что какое-то определенное количество жидкости в вашем организме встряхивается. Чем большее количество жидкости встряхивается, тем больше нервных окончаний зажимается, тем больше повреждений. Соответственно, и наоборот, если вас стреляют бронебойным, то количество жидкости, встряхиваемого в вас, минимальное. То есть, допустим, вам может выстрелить в голову, у вас вырвет кусок мозга, который отвечает, не знаю, за речь, или за то, что вы двигаете правой рукой. Но в целом вы останетесь живы. Но если вас выстрелят обкновенным патроном, то вы, скорее всего, умрете. Вот. Я не думаю, что кто-то бы стал стрелять по толпе в бронежилетах бронебойным патронам. А что там еще происходит на Майдане? Ну, на Майдане также, кроме стычек, связывался с ребятами, вылавливают как бы титушек активно. Сейчас тоже, когда ехал домой, набрали... Автомайдан вылавливает? Ну, да-да-да, да-да. Автомайдан и местонависты. А, подскажите, титушки, это кто такие? Ну, это мрази продажные, которые за деньги стерятся под регионы. А, понял. Так же, ну, там разные спортики и обычные люди с областей их свозят, как бы, для массы и все. Платят им там по 200 гривен за... Вот. 300. Ну, да-да. Около. Вот. И сейчас вот, пока ехал домой, позвонили. Я живу, как бы, недалеко от БСП сам. И нужна будет помощь сейчас, как бы, людей, которые их привозят, их вылавливают, как бы, люди на цивильном, вот, или калечат, вот, или, ну, как бы, мешают. И сейчас, как бы, нужна помощь. Короче, быдлу дали подзаработать. Что-что? Быдлу дали подзаработать. Ну, да-да, и вот сейчас нужна будет под больницей скорой помощи помощь, вот. Я, кстати, очень жалею, что с противоположной стороне вот этих тиктушек, так называемых, никто не присоединился к эфиру, было бы интересно их послушать, их точку мнения. Кстати, вот у нас для Бургод, эфир получается. Особенно Ультрас, особенно Ультрас, по-моему, как раз сейчас очень активно вычисляют, вот, Харьковский Ультрас, вычисляют эти тиктушек, и вот, где их собирают, и где везут, вот, и Киевский, по-моему, тоже там, ну, там, по-моему, вообще серьезно, нашли, поймали человек 10, по-моему, так отпинали, что ребята зубами плевались. Приехали заработать 200 гривен, блядь, а теперь зубы будут составлять. Приехали на больницу. Вот, ну, просто все равно было бы интересно на какой-нибудь из эфиров вытянете кого-нибудь с той стороны, просто интересна точка их зрения. Кроме какого-то глупого ролика, который мне кто-то ночью забросил в личку, я ничего не видел, это единственное точка мнения, там, какой-то, чё, сейчас посмотрю и скажу. Я так понял, ну, даже среди тех, кто поддерживает его протест, мнение не совсем однородное. Были дискуссы некоторое время назад, когда был у нас еще в эфире украинец, который, ну, плохо по-русски разговаривает. Как вообще вот на Майдане получается, есть некий правый сектор, вот сколько людей, например, на правом секторе? О, достаточно, ну, вот. А, вот, какая-то партия оплот. Ой, блядь, это те хуесосы еще, я вам, ребят. Это, короче. Нет, нет, мне просто было бы интересно их послушать, как они вот вживую, не вот этот там дурацкий ролик, который мне прислали, а вживую как бы общили свою позицию. Да-да-да-да-да-да-да. А можно ролик посмотреть? Да там вообще мощно, чувак такой рассказывает. Ну, более после того, как начали, там, что в одном ряду стоят голубые нацисты, и мне прямо совсем уже смотреть расхотелось. А там, вставай, все это под сантрек, вставай, страна народная, вставай на смертный бой. Ну, это, типа, они, по-моему, антифа и эти, короче, ну, и полугопники, которых там с этих, со всяких спортшоу подобрали. Так, они, типа, антифа и выступать против голубых. Антифа, они всегда за голубых. Тут вообще какое-то смешение. Ну, да-да. Что у вас случится? Антифа сейчас существует на Украине? Ну, конечно. Конечно. Да, они в каком-то таком неоднородном состоянии. То есть они... Ну, их там отмудохли, часть я слышал, эмигрировала в Беларусь. Эмигрировала в Беларусь. У нас в Чувашии тоже всех антифа отмудохли, они эмигрировали в Питер. Сейчас там вас снова держат. И пока что, на постсоветском пространстве антифа, это как раз Беларусь. Ну, понятно все. Вернемся к теме нашей. Да, то есть возврат к теме, ну, мне кажется, здесь, опять же, тетушки-тетушки, я думаю, что с той стороны говорят то же самое про националистов. То есть все хотят друг друга демонизировать и сделать там злом таким. Не, ну подожди, стой. Видишь, как бы националисты, это они как бы за идею, а тетушки-то тут за бабки, тут очевидно. Слушай, ну, я же был, когда Байдан только начинался на Украине, и мне предлагали флаг за 900 гривен поддержать или за 700, не помню. Да, ну, то, что с самого начала было, там еще, конечно, просто меня удивляло. Да, ну, Ромайдан только начинался, то есть я, мы еще хихикали с тесаком, что если что, в принципе, мы сможем здесь жить. Кстати, мне тут написал человек, который представляет партию тетушек, хочет войти в эфир сейчас. Партию тетушек? У нас демократия, все готовы слушать. Сейчас я скоро его добавлю. Очередного провоката. Узнаю, посмотрим, что он нам расскажет. Партия тетушек. Понятно. Какова вообще, вот, по Майдану получается, вот, вопрос непосредственно к тому, кто там недавно только был. Ну, вот, что планируете, как бы, какие у вас ожидания вообще, что по вашему дальше будет? Ну, смотри, катапульту мы уже изучили, значит, сейчас у нас пойдет конница тяжелая. Да нет, не к тебе вопрос. К тому, кто с Майдана. Да дальше будет жесть, что будет дальше. А можно больше конкретики, да. Это самое странное. Много желающих уехать сейчас на Украину. Я их останавливаю одним простым соображением. А зачем? Что приехать, конечно, сейчас еще попытаться можно, а вот уехать потом будет невозможно. Потому что какая бы страна не выиграла из той политики, которую озвучивает одна и вторая сторона, то есть мы в любом случае для выигравшей страны окажемся уродами. Ну, или уехать можно, но не домой. Ну, да, то есть, кто бы не выиграл на Украине, для большинства русских, кто хотел бы там принять участие, к сожалению, то кончится тюрьмой. Жаль. Пояснимение. Ну, вот просто вот такова реальность. Дима, ты наконец-то вышел на связь? Ну, да. Какого хуя ты не рассказываешь ничего? Ну, да я просто вот недавно приехал и тут еще звонят. Я их за мной такой необычный украинский. А, нет, ну, рассказывай, рассказывай. Стоит человек, который был первоначально первый, обещал прийти в эфир, вот он смотрел у нас уже здесь, в этом самом, но вместо того, чтобы рассказывать, молчит. Да, на шарашем просто еще, наверное. Да, да, а ты? Алло. Да, мы все тебя на самом деле ждали весь эфир. Там замерзли как-то. Нам все рассказывали люди, которые там не были, но просто слышали, наверное. А теперь нужен человек, который там был и все расскажет нам, как все есть на самом деле. Да я просто, ну, не знаю, с чего начать на самом-то деле. Давай вот прям с самого начала. Начинай с того, что знаешь. Да я даже не знаю, что я знаю. Да, на самом деле приехал я в первый раз, ну, вот, как, приехал туда в самый разгар, вот, о чем. Он уже там против кежер, он, наверное, в войны, вот, как бы, сейчас, на данный момент, что у меня травма ноги, я дома отдыхаю сейчас, хромаю. Вот, вот, короче, что еще. Ну, постоянно вот эти дни был там, как бы, и рубился, вот, больше ничего могу рассказать. Да, что-то я не очень многословен. Жалею, что камеру не успел взять с собой, GoPro, вот, хотел очень видео снять. Ну, да, то есть, ты же знаешь, как я тебе делаю. Как, там, а, беркуты хорошо горят? Да, да, хорошо. Ну, еще радовало то, что люди активно делали коктейли Молотова очень. Вот, отдельное им спасибо. Вот, да, кстати, мне вот, ну, честно, душу радовало. И вот, все, 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 интересно, еще для меня было бы интересно понять, вот этим стихийным со стороны Майдана кто-то все-таки руководит? Кстати, мне, на самом деле, тоже это интересно, на самом деле, я даже толком и не знаю, кто там эти люди, но вот все делалось как-то очень, ну, интересно как-то. Вроде как, как не в первый раз. И руководили, как бы, отдельные люди разными группами, вот. Вот, кто-то отвечал, там, например, стояло три человека, они делали коктейли, и за них отвечал там человек, ну, не отвечал, а он руководил ними, вот, приносил им, там, бутылки и так далее, вот. Не знаю, кто все эти люди. Не знаю, я был под администрацией в первую разницу. Ну, опять же, интересный факт, подтверждающий то, что все-таки, опять же, то есть, я еще раз говорю, я уважаю тех, кто рубится на Майдане, не надо меня потом обвинять, я знаю. Все потом, запись всплывет, и мне скажут, что вот я. Вырезку хинут где-то говорил, да, и все. Еще раз говорю, личную храбрость и людей я уважаю вот просто. Но, но. Но, всем делом, как только закрутился Евромайдан, там появился знаменитый серб, забыл, как его зовут. Он руководил всеми цветными оранжевыми революциями, которые были в последние 10 лет. Это тот хурсус, который фильмы показывал. Что, который? Вот, который фильмы показывать начал. Слушай, ну, я не знаю, кто там все показывал, потому что я немножко другим занимался. Вот, то есть, у вас. Поэтому у меня не было возможности смотреть фильм или еще что-нибудь. Вот, но я, ну, знаю абсолютно 100% информацию, что там появился этот серб. Забыл, как его фамилия, но в интернете можно поискать, прям найдете его. Он за всеми цветными революциями стоит. А он конкретно финансируется от Газдепа США. Друзья, у нас появился гость Сулганска. По поводу серба Марко Ивкович, по-моему, да? Да, вот он. Вот, вот, ну, то есть, опять же, то есть, когда говорят, что там, вот, это стихийно. Стихийно сейчас, но изначально это финансировалось в Европу там полным ходом. Я не знаю, честно, вот, они тысячу раз делают какие-то шаги, тысячу раз везет. То есть, там уже, мы там почти расходился, бах его разогнали. Уже мы там снова почти расходился, бах, законы приняли. То есть, кто мог как-то иметь под собой какую-то подоснову, я не знаю, куда наберут. Допустим, первое, я был на банковой. Чтобы знать, что никто не руководил, это смешно. То есть, человек стоял, говорил, на штурм, пацаны, стой, я сейчас подождем. Типа, там, возле нетого Порошенко, там, с этим микрофоном был, то есть, микрофоном наушник, понял, всунутый глухар. То есть, чтобы так было все стихийно, оно было под собой что-то и дело. Ну, оно чаще было просто эти картинки делалось, такие действия. Я думал, что это, типа, может, сам Янукович, там, как-то метрился, либо там своих поставил. Ну, картинка была красива, там, никаких действий серьезных не было, что-то нет. Но сейчас, вот так, что-то, да, что-то с левой стороны тут ходит Янукович. Нет, ну, как мне кажется, со стороны, то есть, я не претендую на то, что это абсолютная истина, Янукович, ну, человек дорвался до власти, он там, ну, и пытается ее удержать, как может. Вот, но то, что противоположная сторона изначально пляшет не под дудку России, Януковича, это абсолютно, ну, ясно. Она пляшет под дудку Запада. Да, это, ну, это, ну, это трое этих дебилов, которые, по сути, ничего не могут сделать. Принимают такие же, вижу, в обеде стоит уже Майдан. Когда что-то такое, не мысли мать денег, там, кто-то за ним просто говорит, что они как-то двигаются, и все такое. Давай сейчас Луганск добавили. Какую позицию Луганск у нас выскажут? Ой, что-то, как-то вообще слава, слышно тебя? Луганск. Алло. Да-да-да, а слышны? А еще можешь громче сделать? Да-да-да, так, Малюшка, Коля, ну, Митранка, вы, как ты, помнишь, Ирак-то? Вообще не знаю, не знаю, это только у меня или... Да-да-да, не-не, мы тоже не слышим что-то. Давай тогда ты протестируй себе микрофон сначала самостоятельно, потом уже добавишься в эфир. Тогда давайте добавим тетушку, ну, не тетушек, не знаю, как право называть их. Парки тетушек. Алло, добрый. Добрый вечер, друзья. Ну, как там, назовите его там, нормальный тетушек? Расскажите, кого представляете и какую позицию? Ну, вот, вы говорите про тетушек, что они такие, блин, плохие, вообще капец. Вы знаете вообще, с чего началась эта, блин, делегация? Да, знаем. Ну, из-за чего... Еще раз, ты должен понимать, что те, кто ведут эфир, у них абсолютно нейтральная позиция. Мы просто, короче, вот я вам расскажу ситуацию, как вообще началась, блин, эта тетушке, короче, всех оскорблять начали. Бандиты, блин, хулиганы там, и так далее. Короче, блин, были мы на митинге. И такая произошла ситуация, что, блин, девушка, репортер, просто стояла в углу. Мы ее зажали, что, бля, она не снимала. Меня слышите, да? Да, да, да. Она просто, бля, снимала, мы ее зажали. Она раздула такую херню, что, блин, типа, мы ее начали бить. Ну, журналисты... Вы с Белой Церкви, да? Да, да, да. С Белой Церкви. А, все, ясно. Ну, это мой, как бы, бывший одноклассник, Вадим Тетушка. Да я просто там в тот момент рядом стоял, я видел, как вы ее зажали. Ну, мы ее били, чтоб 20 спортсменов ее хотя бы по разу ударил. Прикинь, чтоб с ней было. Да нет, суть... У него ни единого синяка, ни у нее, и у него нету. Какие может быть проблемы? Они просто раздули, да, просто сделали опущение... Давайте перебивать не будем, пускай договорит потом уже. Сделали нас просто опущены каких-то, блядь... Ну, короче, начали на нас херню всякую гнать. Вот и все. А вот, например, на митингах мы вообще не были. Белая церковь на митинге не участвует в Киеве. Так что, ребята... Так вот, я фотографию скинул. Не, ну, тут же не в этом дело. Тут сейчас, видишь, тетушниками это называют, ну, всех ребят, которые в гражданском, собственно, вылавливают отдельных активистов, студентов и так далее, и пиздят возле общения. Это все делает Донецк. Ну, это понятно. И тут вопрос в том, что тетушник... То есть, это, видишь, тетушник, это уже имя такое нарицательное. То есть, это определение. Ну, это, блин, нас очень оскорбляет. Именно меня там судили, да, Вадима судили. Нас всех судили, и вот. Раздули, короче, из нас... А что судили? Из-за того случая на митинге. Ну, так вас подставили или как? Ну, получается, что так. Ну, а вся причина в том, что просто зачем надо было продаваться за деньги. Тетушник пропал у нас, да? Не будем тыкать пальцами. Ну, я не знаю, как его очень назвать. Он просто сам, когда мне написал, сказал, представляю. Ну, я знаю этого парня. Он, на самом деле... Вот, я скинул вам фотографию, и он там присутствует. Вот. Как бы он друг вот этого тетушки, из-за которого, по сути, и пошло все это. Короче, мы пообщались с известной личностью. Интересно. Сосновать. Расскажи поподробнее, что за белая церковь, и вот кто-то такие... Ну, это просто у них там определенная группа спортиков, вот. И оттуда их набирали на митинге для провокации и так далее. Не, ну, это же тоже нужно забывать, что это не только с белой церковь. Тетушников набирали везде. Нет, нет, просто конкретно... Это конкретно его друг, вот этот тетушка. Его Владимир зовут. Ну да. И фамилия у него тетушка, вот. И это его друг просто, вот и все. Понятно. А они с белой церкви. Ну, белая церковь в город, для тех, кто не знает и слушает. Ну да, да, да. Ну да. Подумают еще, что они... Далеко от Киева. Православы, сердечки. Вот, у нас тут человек с Луганской подключился. Нормально сейчас с микрофоном? Ребят, ребят. Да опять ты тихо разговариваешь. Ребят, так слышно? О, да. Так слышно. Ну, короче, Сереж, привет, это из Луганска. Мы Ирак, запомнишь, ловили? Ирак, ну, я помню, вы ловили. Сергей. Короче, Иракец, он же тогда уехал, как бы непонятно куда. Ну, милиция так и не сказала местного отрождения, короче, куда он уехал. Снова в Луганске появился. Милиция бездействует, адвокат там, ну, что-то пытается сделать, как бы ничего не получается. А по поводу Майдана я хотел сказать, что у нас в Украине вообще четыре тысячи вот, как их скажем, ну, короче, вот этих. Дерку там самих. Что у тебя со звуком? У тебя фонит, по-моему. А так нормально? Ну, слушай, давай разберись что-то с микрофоном. Да. Ты, слушай, ты у нас по Майдану хочешь поговорить или как? Да, и по Майдану. Давай по Майдану сразу начни, потому что про педофилов у нас отдельная тема, отдельный эфир. Он пропал пока, он пускай. Ясно, понятно. Продолжен с нами, с новыми людьми. Получается, человек, который у нас в Майдан, ты с правого сектора, я правильно понял? Да. Что у вас вообще за правый сектор? Ну, что он из себя представляет, какие там силы? Потому что, я так понял, именно в Украине националистические силы, они очень разносортные. Ну, куда более разносортные, чем в России, я так понимаю. Да, не знаю, но все правые парни там и ребята из около футбольной сцены тоже там, как бы, ну, все-все-все, в общем. Как бы общая, грубо говоря, вот, и все там. Боевой состав, скорее правого движения. Да, да. На видео смотрю, там у вас и старые люди, и старики какие-то. Да, все-все, абсолютно. Ну, это вот, как раз некоторые из них, это афганцы, которые туда пришли. Да, там есть такие. Ну, что ты еще можешь рассказать про Майдан? Тебе, на самом деле, всем интересно слушать, что там происходит и так далее. Более подробно, как все... Ну, все, на самом деле, ждут сейчас зачистки, как бы, последние. Там была информация, что в 8 утра она будет, как бы, зачистка Беркут всех будет... И вашить, как бы, вот. Я думал, раньше начнут. Ну, вот. Все надеются тоже, что раньше. Как бы, может быть... Ночью может быть, самая жесть. То есть, все ждут, как бы, разгона, вот. Готовятся к нему. А сколько примерно... Мне кажется, что будет жестко. Что-что? А сколько примерно людей с вашей стороны готовы, там, не знаю, защищать баррикады, там, встать в ход? И сколько примерно, если хотя бы по числу, чтобы кто-то сориентировался? Да, там даже дело не в количестве. Там просто у многих работает стадный инстинкт. Это когда бежит один, бегут все, вот. А по поводу количеств, я не знаю. Ну, со стороны, я же, я говорю еще раз, оно просто жестко очень смотрится. И толпа реально большая. Я не знаю, сколько людей, какое количество. А Беркута сколько? Уже же не посчитали его или нет? Ну, Беркута сейчас очень много и... Ну, думаю, около того точно, да. То есть, вот прямо сейчас именно в одном месте, да, сосредоточенно? Они посменно, они же спят, они спят, другие там. Да, да, они посменно. Ну, в одном месте они не совсем в одном месте, они их очень грамотно расставлены, вот. И еще на крышах уже начали появляться, как бы тоже. Как бы снайпера. Как-то так. Ты все дни был на Майдане? Да. А вот что можешь сказать по поводу вот парня, который упал-то с этих, с колонны? Его скинули или он упал? Потому что тут, видишь, скинули. Скинули, вот это железное, да? Да. Ну вот, а тут уже, видишь, с мира распространяют, как то, что он сам упал. Особенно наш Тазаров. Нет, нет, там жесткая, ну, это жесть была. Люди не могли ничем кинуть, как бы, в Беркут и ничем помочь. Вот, из пяти ребят. Беркут уже их там ждал, что ли? Ну, не как одновременно. Это все вышло, как будто одновременно. Ну, как засада, как засада. Неоднократно видно было, как оттуда летели коктейли, то есть... Ну, да, да, да. Ну, вот, как нас, видишь, в этот раз, как не повезло. Походу, думаешь, что больше залезло туда, а потом их накрыть. Ну, да, да, да. Прикинь, да? Это непонятно, но это жестко. Это жестко. Отставка. А я сразу, ну, что туда на крыше у них зарядят, да? А почему он такой дебильный, что там не стоит? Угу. Ну, да, там 13 метров высота идет. Так. Ну, да, тяжело там все происходит, так понимаю. А почему, допустим, не ведет туда с других сторон какие-то там стычки? Потому что только с одной стороны там вверх по улице уже с кого вы точно не возьмете. А там идет Мариинский парк и... Ну, да, я знаю. Сверху там уже, ну, никак, в общем, там тоже стоят автобусы Беркута. И там сзади никак не обойти. А институтская улица? Что-что? Институтская улица перекрыта? Да, да. А-а. Перекрыли. А с этой, как там, смотровая площадка в Мариинский парк тоже закрыта? То-ээ, там Беркут. А там что не пробудет? Там... Ну, там очень невыгодно, потому что там... Ну, в общем, неудобно заходить и людей туда. Это, получается, надо обходить целый круг, чтобы туда людей привезти. Ну, люди как бы не скоординируются по-любому. Тяжело будет. А вот есть ли, вот, ну, конкретно на Грушевского какие-то, вот, видные персоны, то есть, в плане какие-то люди, которые могут, скажем так, сойти за каких-то лидеров? То есть, вот, ну, есть кто-то, кто фигурирует там, кто может руководить парадом-то? Или там что-то на самоорганизации чисто держится? Нет. Нет, ну, я лично не видел. То есть, все как бы само по себе, да, происходит? Да, да, да. Если там, ну, знаю, Бендеровцы, вообще, какого отношения там к ним? То я, если честно, ну, я же говорю, даже с ним, с ними толком-то, ну, не общался, да и ни с кем в целом там не общался, а конкретно рубился. А так, видел людей со Львова, видел, вот, да никак, нормально с ними. Я люблю бананы. И готов. Съесть парочку сказок. Я ха... Непонятно, что сейчас подключилось, а кто его подключил вообще в ущерб? Это, наверное, распродажа волочьяна. Ладно, отключили его во время. Минутку юмора там внесли. Какие вообще правые организации, какие цели они преследуют на Украине, вообще существуют? Правые организации, например, одна из, это Сич. Одна очень из активных, вот. Они также рубятся на Майдане, вот. А из остальных, не знаю, кого, если честно, выделить, вот. Могу им только плясовать. Вообще, в целом, право, он движет, движет в России, на Украине, там, каких позиций больше придерживаются, там, ближе к Европе, ближе к России, или, там, абсолютно независимость играть на тех, на тех, или как? Ну, не знаю, мне кажется, наверное, ближе к России. Я абсолютно независимо, если с кем любви не общался, я вряд не зависел. Ну, ну, вообще, да, да, не знаю, это мое мнение. Заходил на сайт Бендеровцев, я, кстати, ничего не понял, что написано, потому что написано на Мове... Заклятиями, да, написано? А? Написано заклятиями против мерзких русских. Я вот не знаю, что написано просто, потому что написано на Мове, а я, как бы, с трудом я понимаю. Да он в пром, закинь-то переведи. Ну, вот, что вообще они хотят? Какая у них позиция? Кто знает? Еще раз вопрос, еще раз. Вот тебе вот, что хотят Бендеровцы? Какая у них позиция? Всех убить, все отнять. Изнасиловать женщин и детей. Не, а без шуток? Ну, я, ну, не совсем понял, просто вопрос. Понятно. Что-нибудь еще добавить можешь там про события на Майдане? Мы вообще почти ничего не знаем, нам восьмы мочу льют в уши, поэтому ничего не понятно, что на самом деле происходит. Да ничего не происходит, на самом деле просто происходит уже, ну, бессмысленный бред, рубки, вот. Сейчас, как видите, уже есть жертвы, вот. Что может дальше быть? Дальше будет только хуже, я в этом уверен, вот, и жестче, вот и все. То есть там происходят постоянные стычки какие-то? Конечно, да. Или какие-то затиши бывают? Да, бывает там на час-два, потом, ну, все, потом опять. Или кто-то спровоцирует, или там какая-то перепалочка, и все, и полетели, снова начинаются рубки, вот. И все по кругу. Круглые сутки происходят, или там? Ну, с интервалами. То есть спят люди вообще? Все проходит посменно, вот, как бы, как раз и люди, и Беркут меняются. Понятно, домой уходят потом. Пост дал, пост принял. Да. То есть видел призывы у кого-то там находить, где живут эти Беркутцы, их там, ну, прям домой к нему ломиться, и натягивать их, и все, и ломать им ноги, например, чтобы они больше туда не ходили, сменять никого. Ну, да, парадная война. Не, ну, так-то сейчас, по сути, она происходит только с обратной стороны, то есть реально, Беркута активистов хватает, и пиздец так, что потом хуй ты вернешься на Майдан. Ну, да, да. Там они жестят, ну, реально, если тебя ловят, то это пиздец. А что вообще в плане, вот, обмундирования, вот, смотрел там людей, уже, ну, протестующих, каски появились, как-то, или молотовые, отжатые, отжатые. Ну, кто, да, кто отжал, кто отжал, как бы, щиты, и кто каски отжал, это трофеи еще с банков, они, как бы, еще с тех времен. Ну, нормально, смотри, там, более-менее выигрываете, вроде, ментами, вот, местами. Когда, вот, когда российский пакет, там все печально вообще. Если бы не у них оружие и резина в руках, то все было бы легче. А что, я слышал, писали, ну, вот, что ящик отжали к боеприпасам, да? Да, 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 вот, это ребята, как раз тоже знакомые, спалили, где и что, и как, вот, и жали, там, нормально, гранаты, там. Иногда смотришь, там, получается, в видео, по-моему, трансляции, какие-то взрывы, слышно, это что взрывается? Это шумовые, от Беркута. В первенце, ну, типа, взрывается, потом, мне кажется, это, критичный газ, но там, на легкий, то, по-моему. Да, 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 да. Приконись на жданчик, вот стоишь ты, да, в тебя твое же, это, твоя же амуниция летит. Ну, да, да, с трофеями жестко тоже, вот, да, там, шлемы снимаются с Беркутова. Что-что? Коктейли там люди делают, в сторонке сидят, делают, прям на месте. Кто приносит, кто делает. Прям цех такой, на месте, нормальный, хорошая тема. Хендмейт. На самом деле. Российским протестам вот это вот не хватает. Ну, да, еще, короче, удивляет то, что вот сегодня, например, в 12 дня, там, когда был, был такой разгон маленький, как бы не хватало, как раз тех же коктейлей. Вот почему их не было, вот, без понятия. После закрепления, для меня идет. Мне кажется, вам все-таки надо как-то, ну, организованность там усилить. Ну, да, 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 никто не может взять на себя ответственность, просто вот и все. Мне кажется, если кто-то возьмет его с родным, понятно, чем для него это закончится, в случае поражения. Ну, да, да. Ну, там даже, может, не то, что в случае поражения, еще раньше. Ну, это точно, да. У нас второй урод затыкают, но, я думаю, не хуже, чем в России. Да, да, если особенно засветился, то как бы сразу и отплываешь. Олежков там говорил, что берет на себя ответственность, в общем, просто сказал. Да, я не знаю, он, я его вообще не видел, кстати. Ну, в принципе, я могу понять даже тех же лидеров оппозиции, так называемый, почему они не берут на себя ответственность за все это. Ну, понятно, почему, даже если бы они всей душой это поддерживали, в чем я сомневаюсь, они бы, ну, просто бы боялись, да, там, потому что им бы там вышка точно бы светила какая-нибудь, причем раньше времени, скорее всего. Ну, одно бы заболеет, а на двое остались. Ну, так сидеть-то никому не хочется. Ну, да, что касается, вот Тимошенко, по-моему, у вас закрывали, кстати. Да, она сидит, по-моему, и закрывала. Ну, а Тимошенко, она вообще... Так, мне в голос можно? Я не совсем согласен, что депутаты чем-то рисковали. У них же депутаты, это самое, неприкосновенность депутатская. Ну, да, да. Нет, вот вопрос идет о том, чтобы... Отлично, посадите, вообще что-либо им сделать, они могут подойти и Беркоков писать на ботинке, и ничего им не будет. Особый орган может и снять, это неприкосновенность для отдельного депутата. А особый орган не может снять без согласия хотя бы двух-третьих депутатов. Ну, да, они там уже друг друга будут покрывать, скорее всего. Они друг друга покрывают, потому что каждый из них понимает, если с ним будет депутатство с одного, это будет претендент для того, чтобы снять со всех остальных. А у них там у всех хранится в пушку. Ну, в принципе, да, тогда просто депутаты... Вообще непонятно, почему депутаты не пользуются случаем и реально начинают организовывать это дело. Боятся, скорее всего, что в случае поражения, ну, да, все, ну, трыдец. Ну, и снайперы завалят, потому что там лидерам станет, и вы убьют. Пристаньте, когда вы там рассказываете про валяющих снайперов, ну, убили там кого-то, убили, да. В принципе, в Москве за день без всяких революций убивают там в сто раз больше. Просто на улице. Тут убили кого-то, не убили одного, ладно. Ну, до такой массы народа не могли никого не убить. Это чисто из теории вероятности там должны умирать люди. Ну, еще бы. Вот, то есть толпа на людей, давка, суматоха. Что-то на кого-то упадет, да, кто-то там из Беркута случайно выстрелит там не туда. Да, это вполне возможно, но не надо это драматизировать. То есть пока вот бой не такой уже там с большим количеством трупов, я не вижу. Ну, не то, что он с большим, с каким-то вызывающим вниманием количеством трупов, я не вижу. Нет, ну, внимание вызывает конкретно вот эти вот пытки, которые проводятся над активистами, которых увозят вот за город. Ну, еще раз повторюсь, я опять не защищаю Беркут, вот, я просто пытаюсь в данном случае быть объективным. Вот, то есть, ну, как с Беркутом с ними обходятся, когда их ловят, ну, это то же самое, встаньте на их сторону, там, ну, что-то кого-то попытали. Ну, блин, ну, тут, как бы, да. Не надо совать им эти самые взрыв-пакеты под бронежилеты, если вы там его одного поймали. Дурак, дураку, рознь. Не будут голых обливать водой, ну, что же делать. Крутые времена рождают крутые меры. То есть, примите это как данность и все. То есть, ну, не вижу в этом такую большую проблему. А это у вас связь как действует? Какие-то рации или просто на столах, там, говорите через мобилки, как? Ну, да, да, у некоторых есть рации, а вообще связь там ужасная, она или глушится, или, я не знаю, в общем, вот. Ну, вообще, значит, ужасная власть, вот, кстати, мне тоже совершенно не нравится. Ну, непонятная ситуация, если власть уже так дико вас прессует, какого хуя они просто не вырубили связь вообще во всем Киеве? Это вырубают периодически там. Да, 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 в центре нормально вырубают. Ну, периодически не считается, то есть, не знаю, если бы я был уже такой там властью, был таким страшным узурпатором, я бы просто положил болт на все мнения всех и вырубил вообще... Простятся оставить два телеканала и положить весь интернет, вот. Ну, просто, видишь, не ввели еще чрезвычайное положение. Ну, да, 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 да. Хотели же ввести, как бы, вот, но не ввели, потому что это совсем другие санкции уже. Здравствуйте, ребята, это Супа из Луганска, меня слышно? Видите, все-таки у вас либеральная, это самое. Да, я бы на их месте сделал проще. Я бы от имени оппозиции взорвал пару вышек, они бы легли и все. И сказал, да, это все оппозиция, вот видите, вас лишила связи. Ну, да, да, воспользоваться моментом можно. Слушай, Сергей, тут вот к тебе вопрос, немножко не по теме, а касаемо Максима. Новость вышла о том, что все-таки решили Максима выдворить из Кубы как нелегало. Так, слушайте, ну, на самом деле информация пока никак не подтверждается, но, в принципе, со стороны Кубы это абсолютно логично. Сделать именно так, потому что это избавляет их от того, что типа, а вот смотрите, правая людей нарушает. Политические статьи выдать не могут, поэтому, соответственно, будут искать какие-то другие поводы, чтобы его выдать, и при этом остаться эксистем. Вопрос только в том, пойдут они на это, не пойдут. Прошу, кто-то у них громко печатает, потише печатайте, все слышно прямо в эфир. Так, у нас человек с Луганской снова подключился, что ты нам хочешь сказать сегодня? Я слышно, нормально? Да, да. Ну, короче, смотрите, в Украине вообще вот самих беркутовцев, вот этих, их 4 тысячи всего-навсего. Именно в парке в Киеве и находится 8 тысяч. И, ну, как бы это все, как бы сказать... Внутренние войска. Как мы думаем, то, что вот другие войска введены, чем всего Россия? Да перестаньте, нет там российских войск. Ну, уже вот... Ну, почему? Не сбрайте руку. А то вот у вас шикарная логика. Обливает водой горло человека. Это точно российский. Вы что думаете, что там в российских внутренних войсках там есть какой-то стенд с подвешенным голым человеком и выучат? Вот, случай беспорядки в Украине, вы будете обливать его вот так. Вряд ли бы украинские войска раздевали бы своих же граждан. Да нихуя делать, на самом деле. А вот русским делать нечего. Они вот все не любят так хохлов, что мечтают приехать на Украину, раздеть украинцев. Чувак, на самом деле, да, нихуя делать. Свои же могут и раздевать. Это же им бабки за это оплатят, как бы. Это их долг. Во всех таких спецвойсках есть такое понятие, как боевое братство. Если восставшие колбасят беркутовцев, они из чувства противоречия точно так же будут поступать с восставшими. Они мстят за собственных товарищей. Они тоже страдают. Не надо делать из них там демонов. Да, они защищают власть, которую, возможно, защищать не стоило бы. Вот, но еще есть такое понятие, как дружба. И эту дружбу между ними, то есть братство там, они там все сдавали, не знаю, там на крапу и берет или на что они там сдают. Вот это братство их не отменял. Естественно, они мстят там за своих пострадавших, возможно, погибших. То есть, ну, что вы из них делаете каких-то там, не людей, а самое главное, не понимаете, почему вы делаете из них русских. Ну, русских, я вот уверен, я готов в этом поклясться, что нет там русских. Я на самом деле тоже уверен, что их нет вот на передовой, по крайней мере, потому как какого хуя русский спецназ будет ебашиться против, ну, ополченцев Украины. То есть, когда Украины своих хватает вроде как. Может быть, если вы доведете до того, что будет раскол там между русскоязычной частью Украины и там западной части Украины, может быть, тогда, если уже там будут большие сражения, введут какие-нибудь там голубые каски там со стороны России, со стороны там Польши, это возможно, тогда какие-то русские военные у вас там появятся. Но не сейчас, я абсолютно в этом уверен. У нас их всего 4 тысячи, а их в парке всего. У вас сейчас чрезвычайное положение. Там призывают и подтягивают всякие силы со всех городов, городков, надевают на них форму и отправляют разгонять восставших. Это абсолютно нормальное явление. Да, говорили, что это бюджетники всякие, бюджетники, студенты. А почему тогда заставляют петь украинские гимны и просто смеются над этим? А почему не посмеяться? Ну, а как-то это наш националистический, ну, как-то. Ну, замечательно, я когда слышу русские гимны, я тоже смеюсь, и что дальше? Ну, вот, Серёж, ты же не смеешься, правильно? Нет, смеюсь. А ты заставляешь петь вот своих там... Я же гимн переделал на советский гимн. Граждан России не заставляешь петь русский гимн и потом смеяться. Я бы какого-нибудь совка заставил бы петь советский гимн и посмеялся бы. Заставился бы посмеяться, я могу, тут ты, кстати, зря. Я бы гимн штурмовиков заставил бы петь, не посмеялся. 18-го числа я точно не помню, либо 19-го, ну, правда, точно не помню. Когда два строителя, ну, они из Кировограда, по-моему, их просто раздели нагло, отпиздили, а потом, ну, ещё вдогонку стреляли резиновыми пулями. Это нормально? Это вы думаете то, что вот украинский... Ну, всё нормально, ненормально. Как я уже говорил несколько раз, но, наверное, прослушал. Чрезвычайные времена рождают такие чрезвычайные поступки. Я вот, допустим, во всём вот этом происходящем не вижу ничего выходящего за рамки поведения в экстремальной ситуации. Ну, совершенно ничего не вижу. А то, что в глаза людям стреляют? Именно в глаза? Ну, просто... Там ни ногу, ни в голову, а именно в глаз. И у них чё-то есть такая метка «правый глаз» именно. И всё. То есть ты считаешь, что это вот фирменная метка русских спецназовцев приехать на Украину? Именно на 100%. Ну, просто как бы... Когда я, ну, кое-что там заложал, ну, долг взял у России, у вас денег, он, ну, как бы... Я не знаю, что там случилось, но не просто так ему дали долг, деньги. Слушай, ну, ты не забываешь, что ещё Украина и в Европе брал, брал деньги, и тоже не просто так. Ну, это да. Или в Европейские долги всё вы уже списали, там они не считаются. Вряд ли. Ну, вот, ну, украинский «Беркут» заставлял бы петь, ну, вот так издевался. Чувак, чувак, а можно вот тебя на секунду? А ты когда-нибудь был в райотделе в нашем, в Хохлядском-то? Вот там же, там же абсолютно такая же ситуация. Там тоже свои ребята сидят, но, по-моему, пиздят, как и всех. Ну, блядь, меня чё-то не пиздили. А пиздят, правда, как чужие. То есть, понимаешь, ну... Ну, конечно, что, типа, цены, вот, спасибо Серёже Малюты и Максиму, вот, и вообще общественное движение Реструкта, что предоставили адвоката, ну, не пиздили нас ни разу. Ну, видишь, а вот тебе, значит, повезло, ты попадал в такие, где не пиздят. А вот у нас регулярно ребята даже не выезжают больше с райотделов, они там и остаются. Вперёд ногами выносят, вот такие бывают. И это свои же, чувак, свои же. Или ты думаешь, что же русские эти сидят там, блядь, опера и пиздят просто, потому что вот ты, блядь, спой, давай этот гимн, блядь, и салом заешь. Ситуация не сталкивался, ну... Я не буду утверждать, потому что меня не пиздили, ни разу. Ну, я тебе могу рассказать, что меня пиздили, пытали током, не давали спать по трое суток. Даже не знаю, что сказать. Ну, потому что ты русский. У нас в тюрьме тоже разные виды пыток поменялись, независимо от национальности. Но, притом, пытающие были исключительно русские, обрати внимание. Ну да, кстати. Не, ну, наискать национальный подтекст в этом... Он почитает книгу Реструк, как там с Максом поступали, там, в Лебеде. Тоже много интересного. И тоже, как бы, все свои, как бы, типа. Поэтому... Почему тут национальности вообще не понимаю? Нет, ну, просто... Я не вижу, почему сейчас пытаются в происходящем как-то еще подтянуть русские там какие-то войска или еще кого-то. А нет там русских войск. Я не знаю, по 4 тысячи вот вербиков там самих. Ну, как их может... Замечательно. Я не понимаю, что у вас сейчас фактически военное положение и подтягиваю. Что-то, потому что у вас нет внутренних войск. Внутренние войска давно уже задействованы. Там уже говорилось неоднократно. То есть это те же срочники, да. Вот тебе, пожалуйста, эти 8 тысяч, которые там где-то стоят у тебя в парке. Ребята, ну, они пытаются все армии ВВшников, ну, вот, внутренние войска, которые... Они перекрывают их, ну, выезд просто, не дают выехать. Ты же понимаешь, что всех-то тоже перекрыть не могли? Ну, в Николаеве точно поедут, здесь ничего не будет. Там Херсон так же сам, Крым так же сам, Запорожье, ну, не знаю, может, что-то будет. Вряд ли бы украинский человек нормальный издевался бы так вот над своими же... А вот русские... Украинцы хорошие, украинцы над своими не издеваются, а русские над своими издеваются, хочешь сказать, да? Да нет, я так не говорю. Русские над чужими издеваются. Так русские издеваются над своими еще как. Ну, хочешь, я тебе расскажу историю второго марша. Русского марша, это просто будет маленький пример на эту тему. Когда происходил второй русский марш, вы можете посмотреть видео, я как раз там в первом ряду стою, когда на нас бросается ОМОН. Вот, ОМОН просто подъехал, были такие же русские парни ОМОНов, там не было хачеков, там были одни русские. Вот, они подъехали, остановились эти Уралы, выпрыгнули, начали нас хуячить. Просто так. Притом мы не кидали в них ничего, то есть вообще ничего не делали противозаконного. Но просто машины остановились и начали нас сразу ебашить. Желающие могут поискать это видео в интернете. Это были украинцы. Везде. Переодеты. Сто пудово с Украины приехали, усмирять русский марш в Москве, да, конечно. Так же сейчас вот. Это вот второй был русский марш, когда на болотке. Вот как раз выход к этому горбатому мосту, и вот это было перед ходом на горбатый мост. Там сзади за нами была третиковка. Надо было лесгинку, где-то посылать. А вот на самом деле в Чувашии, вот русский марш когда проходит, все чувашские полицейские, они все нормально, как бы мимо стоят, ходят там, слова не говорят. Даже потом министр выдают Чуваш по национальности. От темы это явно отлет. Нет, ну все равно перестаньте там придумывать. Я просто уверен, что если бы какие-то все-таки это случилось, и русские спецназовцы там были, это уже был бы такой международный скандал. Это уже, не знаю, там все эти СННМ, там, ПБС, уже бы там... Да, развольняли бы так, что... Все эти вещи крутили это круглосуточно. Уже нашли бы поименно, кто там был, открыли бы их страницы в контактах, внесли бы их в списки Магнитского или еще какие-нибудь. Нет, я уверен, что никаких русских войск там нет. Ну, ладно, допустим так. А почему вот нормальный милиционер, или как их назвать, или мусора, я не знаю, как их назвать, он бы стал расчевать гражданина Украины наголо, отпиздить просто, наголо раздеть без трусов, и потом стрелять еще резиновыми пулями, догонку. Да, можно просто стрелять. Если вы говорите, что вы поймали тетушку, вы уверены, что это непременно тетушка и провокатор. Хотя я уверен, что была не одна ошибка, когда просто ловили безвинного какого-нибудь там. Конечно. Но на свое несчастье он не так смотрел или по-русски разговаривал. И убил... Вот, его мы дохали, объявляли, а, это тетушка был. Мы не просто вот мы дохали, а тушку, ну его ж можно бить. То есть он так же может ошибиться и беркутить. Даже того же антимайдановца, который вот ехал в колонне-то, когда их вон вылавливали, блядь, эти, беркута возле парка, так там то же самое. Там все даже на видеорегистраторе записано, когда их прямо сперва пиздят по машине, их выкидывают из машины, как они действительно убедительно кричат, что, ребят, мы домой едем, мы домой едем. То есть тут надо реально объективно относиться к ситуации и смотреть с обоих сторон. То есть, да, хорошо, беркут тоже, возможно, ошибся, возможно, кого-то отхуярил действительно ни за что. Возможно, это и есть эти строители, может быть и нет, никто ж не знает. Вот, нужно как-то объективнее подходить к этому. Вот, вы должны понимать, что если вы бросаете беркуту с зажигательной смесью, вот, даже другой беркутовец, в который вы не бросали этой смесью, имеет возможность предположить, что вот этот один товарищ, который там непонятно, что за пазухой держит, хочет сейчас сбросить в него такую же бутылку и просто на предупреждение выстрелит в него. То есть, ну, почему нет? Да, они же начали все 30 ноября, правильно? Слушай, я не хочу разбираться, кто там начал, но честно, я говорю, что... В данном случае, у тебя вопрос не о том, кто начал, а то, чем кончится. Украина демократическая страна. Чего-чего-чего еще расскажи. Украина, говорю, демократическая страна, как бы была, ну, законы приняли, это неправильно. Я согласен, я тебя огорчу, наверное, я тебя, наверное, огорчу, Украина никогда не была демократической страной, то есть, есть как бы иллюзия демократии, да, но по умолчанию она всегда была при диктатуре, то есть, это было понятно еще даже при Кучме, вот. Вопрос в том, что если людям хорошо кормить иллюзию того, что они что-то тут решают, то тогда, да, можно как бы похвастаться тем, что у нас демократия, но у нас демократии не было никогда, чувак. Я не спорю, не отрицаю, ну, вообще, вот, официально, как бы, Украина демократическая страна, правильно? Ну, республика, как бы, да. Пусть будет так, нормально. Вот, нормально, вот, друг подсказывает. И, в общем, как бы, в субботу, ну, сам поеду на Майдан, в воскресенье уже буду там, и мы отснимем, еду туда ради того, чтобы отснять видео, вот, там, с правым сектором в поддержку Максима, то, что свобода честная, мол, как бы так, сам все увижу, сам расскажу. Ну, ждем видео, ждем фоток. Ну, вообще, Михаил, я думаю, что все, уже эфир подошел к концу, мы уже по кругу ходим. Ну, да, три часа уже, по сути, прошло. Да, может, такой в конце вопрос, как думаете, какие дальше события будут развиваться? Давайте по очереди тогда. Мы мечтаем или думаем? Давайте определимся сразу. Давайте думать, давайте думать, мечтать-то о чем мечтать. Давайте объективно выразимся тогда уже. Ну, вариантов три. Кучма, так сказать, подтверждает свою власть и всех прессует. Второй вариант... Янукович, я хотел сказать. Да, Янукович, извиняюсь. Вот, второй вариант выигрывает оппозиция и прессует потом русскоязычные регионы. Третий вариант, самый предпочтительный, допустим, для меня, это то, что у вас все-таки там огромная гражданская война и Украина раскалывается на две или три части. Ну, смотрите, у меня, как бы, позиция немного не такая радикальная, просто ввиду того, что даже банально, когда говорю русский человек, там, да, или вот... Я всегда, у меня всегда, вот, ну, у меня действительно ассоциация, вот, неважно, русский, украинец или белорус, то есть у меня все, как бы, один человек производит. И поэтому у меня нет какого-то дележа в мозгах даже русский или украинец, но, тем не менее, вот, как я объективно вижу это, то ничего сейчас не поменяется. Вот, потому что власть затягивала время достаточно долго, оппозиция ебланила и только пиздела, то есть тут это тоже понятно, поэтому оппозиция тоже во власть не пробивается. Вот, а вот, что касательно новых законов, то, ребят, ну, я могу поздравить нас, у нас, как бы, уже намного больше общего с Россией, так что, поздравляю, вот, это мои, как бы, взгляды. Ну, да, нет, но нужно понимать, что, скорее всего, Кучма все-таки добьется как-то... Янукович, блядь, Янукович. Блядь, Янукович. Янукович все-таки добьется своего, и у вас-то вы получите такое маленькое тоталитарное государство, вам зажмут, пользуясь произошедшим, слегка свободы. Единственное, что вам остается, это в данной ситуации торговаться за то, чтобы свобод осталось побольше. По среднему все равно заберут, если он станет платным, то он заберут и все. Вот, нет, но я говорю, что я там вот мечтал бы там, что-то вот там развалились бы вы там на два-три государства, хотя было бы куда с Россией сбежать. А сейчас почему не сбежишь? Сбегай в Белоруссию. А меня уж не пускают в Россию, у меня официальный запрет на въезд в Россию. В Украину приезжай, тут нормально, почти Россия. В Украину? Черт. Тут весело. В Украину тоже мне скоро что-нибудь влепят. Приезжай в Крым, будешь с российскими ценами, но в Украине. Да, Крым отличное место. Мне очень нравится Крым, я всегда с удовольствием посещаю его. Вот, и цены у вас нихуя не российские, это вы с тебя врете. У вас в сезон цены больше, сервис говно. Надо места знать. Но все равно при этом я очень люблю. Конечно, цены русские, надо же, блять, на русских зарабатывать. Так крымчане ничего не делают 10 месяцев, а потом 2 месяца работают. У нас же из Сочи, по сути. 10 месяцев ничего не делают, должны заплатить по наевкам москали, да. Да, логика есть, согласен. Не, а че, а че, нормальные позиции в Сочи точно так же все живут. В Крым едут или по старой памяти, что любят еще со времен СССР? Ну или те, у кого по каким-то причинам нет загранпаспорта? Да, у меня есть загранпаспорт, ну и как бы я в Крым езжу. Я служу, потому что мне там просто нравится. Я в этом году скоро расскажу вам. Давайте дальше будем подобрать, из-за кого ты дальше остался. А ты бы сворачивай эфир, потому что уже все, это уже пустое болтание. Ну да, всем слушаем тогда. До свидания. Завтра проведем очередной эфир. Завтра будет... Мы готовы еще эфир, опять же, на эту тему провести. Завтра уже раз хорошая. А да мы проведем, да, по ходу развития событий. Сергей, у тебя со мной сейчас не слышно? Тебе там со связью плохо? Давай я договорю. По возможности проведем еще эфир на эту же тему, в дальнейшем по развитию событий. Завтра же у нас эфир с Едакимом Князевым. Он нам будет рассказывать про социальные проекты Реструкта. Это наркофиля, педофиля и так далее. До новых встреч.